Привет, родные! С вами Радик и великолепный, прекрасный Антон. Власов, здравствуйте, друзья! Ну что, Радик, как дела? Здорово! Давно не видались! Да, давно не видались! Как праздники? Нормально, нормально. Устал отдыхать, если честно. Я не люблю долгие праздники, это как-то человек. Человек счастливый. Хочешь, значит, поработать, да? Я люблю работать. Это похвально, очень хорошо. Я отдыхать люблю. Кто не любит? Ну, немного. Я уже говорил сегодня о Радику, кто вот как отдыхает как раз-таки, то так и работают, а не наоборот. Вот ты отдыхаешь хорошо, работаешь хорошо. И наоборот, конечно. Но в основном время сейчас такое, что нужно уметь отдыхать, не уметь, стрессы куда-то одеть свои, засунуть их подальше. Нельзя перестать о чём-то думать, да? Ничто аж не заснуть. Вот этому надо учиться, ребята. А я считаю, что мы сейчас как раз и будем снимать стресс. Мы будем вас развлекать. А у нас такая работа, да. Мы работаем и отдыхаем одновременно. Плюс ещё поговорим по душам, там, тёпленько, по-доброму так. Ого, поэтому всё, смотрим обмен с жёнами. Обмен с жёнами, ребята. Сочи, Иваново. Это Иваново, знаменитый город невест. Здесь даже на гербе города красуется невеста с прялкой. И сегодня одиноких девушек здесь больше, чем мужчин. Такие, да, нам рассказывают сразу справки исторические. Чисто бы Иваново. Почему так? Подправить печальную. Просто вот оставим вопрос скрытым. Кто знает, напишите, почему так. А там вроде какой-то у них завод был именно женщин. Женский завод, я не знаю. И теперь, ну, как бы так повелось, да? Да, да. Надо было ещё построить второй мужской завод. Завода нету, женщины остались. Остались, да. Врачную статистику. Ну, ещё есть такая версия, что там бермудский треугольник, и рожаются там только девочки. Мальчики там не рожаются. Поэтому многие, кто хотели сыновей, выезжали из Иваново, а с черты там занимались сексом. И потом уже... Вот, со забором. Ну, нет, вот с этой вывеской Иваново, где перечёркнуто автомобильное на трассе прямо раз, и там же родить надо. Ну, вот выходишь, и мальчик, и сразу мальчик. Во-во-во, прям моментально надо успеть вырваться в последний момент. Велась чита Булгачёвых. Знакомьтесь. Анна, владелица клинировой компании. Закройщик Илья и их дети. Школьница Снежана и двухлетний Мирон. Я познакомился с Саней, придя устраиваться в ресторан поваром. Увидел, что она работает тоже поваром. И она мне очень понравилась. Такая была эффектная девочка, молоденькая. Ёкнул, короче. Такие кадры. Примечательности Иваново. Чисто утята. Утки, утки, усерезня. Такое всё. Моё первое ощущение было, что за убогий мужчина. Я с ним никогда в жизни не буду. И тут начали ухаживание. Начал водить туда, в кафе. Стеллаж хорошо подходит, да? Смотри. Трактор туда идеально влез, я считаю. Это прям вот как бы с любовью сделали сначала верхнюю полку. Вторая была. Ну, то интересно. Третья уже так. Ну, проредили её. А тут что-то мешки мусорные. Не туда, не сюда. А тут трактор. Пусть он тут стоит. Ну, так всё. Это куда двухлетний Мирон просто смог засунуть? Да, да, да. Вот двухлетний Мирон вырос до третьей полки. И прям затянул, затянул. В итоге два повара вошли во вкус новых отношений. В ресторане там директор нам начал говорить вроде, ну, какие отношения на работе. И мы с Аней уволились из ресторана. И потом она стала ходить на уроки стрельпластики. То есть он доволен, да? Он из-за него девушку уволил. Да, да. Потеряла работу. Поэтому они сошлись вместе. Потому что она есть хотела. Ну, естественно. И шеф тоже у них такой... Какие отношения? Уволен. Нет, шеф просто заревновал то, что она ему не дала. А, то, что такое может быть. Уходите тогда. Не хочу смотреть на это, и что у меня душа болела. Слушай, ну там персонал, я думаю, с Аней хватка. Ему что-то не нравится. Тот не дал, этот не дал. Подходит такой, может что? Большая утечка. Нет, уволен. Всё. Если не будешь как бы в попки давать. Всё, уволен. Нас главное требование. Ты же когда устраивался, он ещё договор показывает. Твоей рукой подписан, да? Правильно? А там видно, что чуть-чуть отличается. Там, да, типа обязанности сторон, знаешь. Трудоустраивающих. Ебать тебя. Срако. По утрам, блядь. И настолько маленьким шрифтом, что это как будто, знаешь, полоса внизу очерчена. И там вот ебать тебя много раз. И он такой, да, вроде ничего. А потом, когда под лупой смотришь, как вот на деньгах, знаешь, типа 100 рублей. И там вот супер лупой надо только посмотреть. Такой, ебай. Ты это подписал, да? Он такой, вообще, да. То есть и штрафы за это предусмотрены. Он специально нанимает даже маленьких людей, которые, знаешь, такие печатают. Там он что, 300 мрот? Или один раз мрот? Какой штраф выбираешь? И в дальнейшем ты называешь стриптизер. Ну, порядка. Стриптизер работает не те девочки, которые выдумывают лёгкого поведения. Стриптизер работает большинство учительств. Там работают умные, образованные девушки. Денег я зарабатываю. То есть она, нет, она, получается, из поваров ушла в стриптизёрши? Нормально так мужик устроился, знаешь? Я не знаю, кстати, нормально это. Испортил девушке жизнь просто. Ну, как бы тебе сказать так, это нормально ли вообще? Слушай, ты хоть раз был в стрипухе? Никогда. Я вот первый раз был на день рождения друга своего летом. Вообще сказал. Да. Нет, ну, как его... Ну, начали с ними просто разговоры такие. В основном они все пытаются развести тебя на приват. Ну, как бы мне это было неинтересно. Я был со своей девушкой в стриптизере. А-а-а. Вот. Я говорю, ну, как вообще попался на работу? Он такой, ну, это чисто на лето подработка. Так-то я учусь. И почти все такие, ну, так-то я учусь вот на лето. Женщина лет 50 такая. Да, я сейчас это учусь еще. Там у меня много всяких сочетов. Просто решил взять 18 образования себе. Вот. Подработать решил. Легкие деньги. О-о-о. Очень хорошо. Да. Одну смену и 50 тысяч. Мне это все дико бесило. Постоянно дрались. Поставил условия. Я говорю, либо ты идешь на работу нормальную, либо, ну, мы с тобой не будем. Во имя любви шест для стриптиза Аня поменяла на другую палку. От швабры. И открыт. Что-то ее мотает. То-туда, то-сюда. Странно. Из повара. Стриптизер шип, потом в уборщике. Ну, слушай, может быть, лучше стрип... Не, не. А сам при этом, сам чувак даже не устраивался никуда на работу. Даже не пытался. Ага. Да-да-да-да-да. И ты в стрипухе давай нажать. Потом она швабры митит, только что-то не то. Дай обратно стрипуху. Клининговую компанию. Совсем недавно. Ах, ни хера себе! Заказы есть. Я постоянно на звонках. Мне постоянно звонят заказчики. Но талантливых перевоплощений супруги Илья не ценит. Домой приходишь, у жены бывает очень грязь, беспорядок. Это начинает бесить. Ты посуду все моешь? Мою. На тебе еще посудки. Нихера себе! Я тебе бабайку мою. Ты сам не можешь помыть? А. Ну, ты можешь посуду, если сразу бабайку помыть, что ли, я не понимаю. Мой бабайку свою. Я устала. А что это бабайка? А мой. Контейнер? Контейнер, да. А почему бабайка? Во-первых, такой устал. А я думаю, это у них сланг местный какой-то. А, ну, возможно, да. В Иваново бабайке. Ну, да, да. Там на бабайку. Попытаешься заказать себе контейнер, там, знаешь, приложение ищешь, там, а там не бабайки, блядь. Я даже не знаю, что вообще может тебя ожидать, если ты пишешь, что принесите мне в бабайки с пельмени каких-нибудь. Что это значит? Где-то мужик такой на лонд-крузере 300 приезжает, с животом таким, он такой, ну, что, блядь, хотел? Держи, блядь. Да, просто по ад, да, такой, давай, сходишь, доставай. Из купала, говорите. Я тоже работала весь день. Ничего, телефончиком так сидел? Да, в телефончике сидел. Иди, мой бабайку. Ты сегодня моешь бабайку свою. Ух ты. Пришел с работы. Так он, бедный бабайка, попинал его просто. Решительно настроен. Просто пнул свой же контейнер. Он лег неделю. Очень жесткий чувак. А я дальше готовлю и мою бабайку. А я же мужик. А я женщина. Или я пытаюсь. Мужки, не, а мы нормальный такой разговор. Я же мужик, а я женщина. Он четко, вот это вот, ребята, во мне вот эти всякие сказки там про то, где там место чье, блядь, да, все равны. Все, блядь, ты кто, значит, в природе? Женщина? Все, мой бабайку, блядь. И все других вариантов нет. Стриптизерша ты никогда не будешь. Еще это самое. С поваров тебя вытурнули, потому что вот я так. Тоже. Превратил зашел бы на бабу в халате, потому что у него мама очень педантый человек. Он привык, что мама делает все. И постоянно мы ругаемся на этой почве. А это побережье Черного моря. Город Сочи, где темные ночи освещает парад к побережью Черного моря. Город просто стоит. Ну, знаешь, он уже даже, ну, сумку на плечо, он даже не себе, ну, то есть... Нет, нет, он просто прохожий. Его попросили, говорит, посмотрите, пожалуйста. Да, конечно. Чувак в туалет побежал, рыбак. Да, нет, нет. Я думаю, что он-то возле трансформатора все как положено встал. Его ничего не напугает. Как там рыба может быть? Какая, блядь? Там корабли стоят, все это, там на водных мотоциклах может кататься. Так он, может, любит трехглаза каких-нибудь рыбак. Да, да. Чисто он их мумифицирует, потом дома складывает. Это я вот в луже поймал в Сочинской. Да, как там они формалинием плавают. Да. Они причем, ну, живые. Они в этом растворе не убивают. Никогда не убивают. Оборот, нравится, резвятся там, даже разглажаются. Сочи освещает пара артистов Театра Огня и Света. Семья Милюшенко, папа Александр, мама Виктория и их сын Роман. Я мама. Блин, ну этого чувака тоже неудачно прическа, как и у меня сейчас. Ну, надо ему немножко ее на саду зачесать, как вот Дон, чтобы была. Как Дон? Ну, да, отлично. Дон. Ну, а что, ты ежик, братан, сделал-то. Я жена. Зачем? А еще я очень крутой артист. Мы организовываем фаер-шоу. Мы работаем с огоньком. Ага, тоже вот эти вот, да? Ого. Моя работа – мой первый ребенок. То есть, потом мне родился Рома, но это мое день. Опасная тема, кстати. Я думаю, что это не в каждом клубе еще и разрешат открытый огонь. Ну, вообще… Как-то не в клубах, наверное, не разрешат, а на открытом месте. На улице. На улице, что-нибудь еще. Прибыль на эту тему. Вообще, не понимаю, откуда деньги берутся, когда ты крутишь палками горящими. Не знаю. Как берутся деньги? Я просто такие штуки не особо люблю. Знаешь, вот мне кажется, в свое время было популярно, может быть, лет 10 назад, когда это удивляло. Такие, вау, крутят огоньком. А сейчас такие, вау, огонек. Ну, я не знаю. Там сейчас все скажут такие, блядь, опасно, вы чего? Затушите. И тут же дети, мамочки всякие там. Ты че, еб ты, Люки, крутишь с ума, что ли? А сейчас залетит уголек. Ты, блядь, это, слушай, опасная тема. Вспыхнет, если люди, как, о-хо-хо, эй, ребята, я на такие шоу не пойду. А если меня просто возьму, там, пшш, прожгло. У них постоянно рабочий травма ожог. Ты че такое? Просто я сидел, выпивал коктейль, мне прожгли футболку. Кто платить будет? Мне кажется, это убыточный бизнес. Не надо такое. Я часто жертвую семьей ради работы. Плохо. Работаем мы много и в основном по ночам. Праздников для нас вообще нет с мужем, потому что все праздники – это очень хорошие рабочие дни. Мы не празднуем не Новый год, пропускаем дни рождения. Вот, например, мы пропустили первые шаги сына. Естественно, мы всегда там как-то… Ну, так они сами такой выбрали бизнес. В чем проблема? Да, да. Поэтому, если ты в развлекательной сфере работаешь, все, забудь о праздниках. Конечно. Если там, допустим, если ты работаешь вообще-то модой какой-нибудь, да, или кем-то, аниматором, так ты вообще уезжаешь в Турцию на год. И там это… Анимируешь. Развлекаешь, да. Детей. Там это, девчонок. Нет, я считаю, это вообще очень тяжелая работа. Прикинь, надо постоянно быть на улыбке. Можно стать уже душевно больным потом потихонечку. Да нет. Когда будет муцкой, знаешь, играть типа сердючкой, ты уже знаешь… Ты уже сразу… Да, да, да. Уже начинаешь выходить, такие, ты что, ты сиди, ты же не на работе. А он, не могу, не могу, блядь, дайте микрофон. Ломает, блядь. Хочу какого-нибудь развлечь, блядь, анимировать. Он даже не, знаешь, не дрочит. Это потому, что он всю жизнь микрофон держит. Да, да, ему это… Профессионально, так сказать. Только левой рукой. Таим, что надо ставить? И то так неловко. Туда пойдем? Поехали! К необычным условиям труда творческих родителей… Чувак реально рулит, знаешь, одной рукой. Вальяжно, блядь, на этом параллодике. Вот так вот, блядь. За проезд передаем? Да, да, да. И там все это по 10 рублей, знаешь, чтобы по конфетам. Ну, типа, пока не деньги у детей, а конфетками платят. Я как-то ехал, короче, в поезде, Киев-Москва. Мы такой, я сажусь в поезде, вообще людей никого нет. Я такой сажусь, и человек говорит, а чего никого нет? Он говорит, да сказали, поезд заминированный. А, да ты чё? Это было, 14-й год был. Я говорю, и чё, типа, не страшно? Он говорит, а чего бояться? Говорит, типа, вещи пострашнее бывают. Я сижу, думаю, блядь. Да нет. Выехать, ну, типа, выйти мне с поезда или не выйти? Потом думаю, блядь, мне надо на работу завтра с утра. Пизды дадут. Естественно. А так будет хотя бы оправдание. Типа, я взорвался, не пришёл сегодня. Ну, не, я бы, конечно, вышел бы оттуда. Ну, нахуй надо? Потому что этот мужичок, мне кажется, он такой же. Терять нечего, сидит. Ты просто моего начальника не знаешь. Поэтому я такой, ладно, похеру, поехали. Не, я знаю, что просто умру я по-другому. Поэтому я таких вещей не боюсь особо. Это правильно. Ко мне вчера друг заходил, кстати. Такой, ни с того, ни с сего сидим, что-то разговариваем. Он такой, а место на кладбище не купил ещё? Я говорю, да пока нет. Такие нормальные инвестиции. Да, да, да. А Люба мне говорит такая, не надо покупать, Антон. Купишь, умрёшь. Я такой, думаю, интересно. Раз разговор идёт. Меня что-то собирают сохранить, что ли, родственнички? Юйцинья. А место на кладбище купил, кстати. Ну, а гроб отложил себе. Да, да, знаешь. Уже пошёл, купил. Там, знаешь, некуда деньги подразить. Пошёл себе гроб купил. Да. В гараж положил. Да, ну, да, молкой. Да нет, а вот в гостиной там сейчас, это, попасть встать, но туда-то, говорит, это. И тут там трёхлитровые банки соленья складываешь, знаешь, потом бабушке, говоришь, там, типа, мама в гости приехала, говоришь, мама, возьми там соленье, а там в гробу лежат. Да, 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 открыл, чтобы открыл. И там, они там всё, вуу. Вместо Ларе, блин. Жилищные условия. Мы живём в гараже. А ты такой, там, окна завешаны уже. Вот эти зеркала. Занавесочки подобрал специально. Все зеркала перевёрнут. Ну, туда не поставишь, но жить можно. Живё не столько грязное, сколько, допустим, захламлён. Люди у меня живут, знакомые, так сказать. Арендует, снимает? Да, да, там, ну, нормально. Ночью выходить нельзя, правда. Там света нет, иногда бывает. Холодно бывает. Я хозяйка такая себе. Ну, не люблю я убираться. Это не моё. Нахуй убираться, конечно. Ховатка может стоять очень долго. Пусть всё порастёт. Побывает, что он даже покрывается. А чё, это как в одном выпуске был обмен джинами. Сначала это грязь, а потом часть интерьера. Да? Да, всё. Что когда? Так это семейка, думаю, какая-то получается. Они же тоже, они же, наоборот, пыли подсыпали. Они просто херовые дизайнеры, знаешь. Дерьмово у вас. Всё грязно. Зай, есть что похавать у нас? Да, должно быть. Посмотри, пожалуйста, холодильники. О, а чё в контейнере у нас, а? Это бабайка. А, это три недели выдержка. Ты серьёзно? И чё она тут делает? Ну, убери, если хочешь. Три недели что-то. Свинь и янь. Свинь и янь? Ты свинь. В семье Болгачёвых раньше тоже говорили о животных. Правда, форма... Блядь. Город строит. Да, да, да. Вот эти вот замки, блядь. Он там сейчас собирает, лузает всяких своих. Эти животные страсти. Шахты всякие. Это интересная тема. Это тебе не на работу ходить. А, конечно. Ты там и зарабатываешь, правда, деньги не настоящие. Виртуальные, да. Кто тебя там уважает, пиздец. Там кланы всякие. Школьникам. Случа сейчас нет. Сейчас его нет, мне это очень раздражает. Я хочу больше, постоянно молодая. Илья, ты опять лежишь и играешь в свой телефон. Хватит в телефоне с вами сидеть. А почему? А вот что он должен сделать сейчас? Она бы сказала сначала, ты не сделал то-то. А он сказал бы, я чуть позже сделала. Да, слушай. Что ты сразу? Типа, что ты в телефоне сидишь? Что, нельзя в телефоне сидеть, что ли? Это просто, мне кажется, многие женщины недооценивают, не понимают телефонные игры. Вы сами поиграете, попробуете. Вы увлечетесь еще как. Да не, они такое не любят. Они вообще скептически относятся вообще ко всем играм. Они все-таки чувствуют какие-то игры, блядь. Это несерьезно. Картинки бегают нахуй на экране. Это девушки все по-другому понимают. Так же, как и мы, допустим, я не знаю. Ногти не красим. Ну да, что это такое. Или там ресницы наклеивать. Я тоже, я считаю, что природная красота, она тоже, ну, как сказать, имеет место быть. Не обязательно там размалевываться. Нахуй это все надо. Да. Ну и ты так же мужик скажешь, че это, блядь? Ногти красишь, нахуй надо. Да, бездельным занимаешься. Бездельный, да. Я люблю все, Тимми, просто все. Ролевые игры, игрушки. Я всегда мечтала, у меня было желание попробовать секс вчетвером. Ой, 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 ой. Ебать. У чувака сразу глазки забегли. Все. В первый раз ты слышал. Какой обмен с женами, ты че? В четвером, блядь. Это, знаете, ну, грубо говоря, машина людей. Ну, да, там все четыре места заняты. И это все... Слушай, она еще не уточняет с кем, то есть там... Будет там еще муж ее среди этих членов. Нет, там будет еще одна девушка, или только чисто три мужика? Так вот непонятно, да, или все четыре девушки. Это, наверное, порно-звезда потерянная. Я мне сделала подарок на 8 марта, мы позвали молодую пару, и у нас это случилось. Болел конфереты потом. Был интим раньше, с ног шиба. У них была свинкровечеринка? Получается, что была. Получается, что была. Ну, видишь, как у Иванова жить неплохо, я так понял. Не скучно, я так скажу? Не скучно, не скучаю, да. Ну, они оба такие, да, не промахи. Он такой, мне нравится, что ты стриптизерша. Да, ну зато поздравим соседей. Вторую пару звать, давайте, вы ебались конкретно. Блин, мне просто, знаешь, интересно, как этот диалог происходит? Они что, чат в телеге создают такие, типа, ну, кто сегодня свободен, а не хочется ли поменяться? Да какое, блядь, это же Иванова, там дают это объявление в газету «Шанс», типа, там «Гараж», «Гараж», «Жигули», «Волга», и потом «Внизу». Не «Шанс», надо, знаешь, газета из рук в руки. А, да, это жену свою отдам из рук в руки. А там тоже самое, давай поменяемся на денек. Блин, мы занимались сексом и по 10 раз за сутки. А сейчас я не знаю, ну, просто голова забита детьми, покупками, утратилось тот пыл, тот жар. Друг другу наорешь, короче, ходишь злой, вот, и все. А мне наоборот хочется, когда я вот злая. Какой тут секс? А я наоборот не хочу. И это при том, что... Такое, это, деловое, блядь, а мне кончится, блядь. Устал я. Хороший настроение, там можно еще позвать мужика с бабой, блядь, там, вот и бэк-аут. Он такой, ребята, такой ветреный мужичок. Счастливый человек. Ну, на самом деле, я так скажу. Да, конечно, счастливый. Ему, видишь, все удовольствия ему, как бы, предоставлены в Иваново. Что официально Илья и Аня молодожены. Мы с Ильей вместе пять лет у нас недавно было. Поженились мы. Таким вот людям, конечно, понятно, у них там семья, есть дети. Все равно они ведут так-то аморальный образ жизни, в общем-то. Ну, то есть какие-то свингеры вечеринки, все такое. Я бы таких людей лишал субсидий всяких. Просто, как бы, если бы я был каким-нибудь депутатом, блядь, я бы лишил бы их полностью, вот этой льготной ипотеки. Законный проект. Что вы делаете, блядь? Законный проект. Все те, кто меняются парами, лишаются субсидий. Конечно. Выплаты пенсии и так далее. Это все, ты знаешь, на заседании это говоришь. И просто там, знаешь, коллеги такие такие, блядь, пипец, не куплю хату. Ой, а ты хохотел. Нужно нормальным человеком просто быть и все. Нужно, а, ну надо декларировать заранее. Типа, люблю меняться. Приходишь, прям оформляешься. А не, ничего не надо. Если ты как бы это говоришь, то все, блядь, составка 15% годовых на 30 лет не меньше. Все. А если ты нормальный человек, ну, представляешь, вот так вот, если подумать. Выдает ипотеку по государственной программе под, допустим, 5,5%, они в этой квартире будут с другими парами ебаться. А это вообще. А нормальные семьи, которые адекватные, все, они бы вынуждены жить в всяких там студиях и холупках. Что такое? Я считаю нормальным людям нужна нормальная квартира. Не, не, не. Мы так же свадьбу уже давно, но мы никак не могли решиться, потому что для меня это очень серьезный шаг. Что? Я долго. Вы сейчас меня спрашиваете, а ты считаешь, что цингер очень нормально? Нет. А если ты считаешь, что это нормально, то тогда, я знаю, блядь, место ли тебе среди Новосток. Нужен отдельный город, Ебельск. И все. Вот туда и едете, да, там будет это, как это, как вот казино у нас есть, где-то на Урале там. Да, 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 в Сочи, вот, и где-то еще на границе где-то там есть. Вот, да, а это свободная, свободная от морали зона. Вот, ты туда и едешь. Представь, живешь такой маленький, тебе там 16, да, у тебя распирает по полу, все, короче, вырасту, в Ебельску еду, как будет 18, сразу же тут. Ну, там и движимость стоит таких денег, это... Ебаных денег стоит. Как в Лас-Вегасе купить квартирку, это там миллионы, сотни миллионов рублей студия. А там даже, знаешь, не будет в квартирах дверей, потому что они между собой сразу обмениваться будут. Ширмы из этих скрепок и конфет, вот эти вот, ну, просто заходят так, здрасте, ебетесь. Я боюсь то, что я не смогу уйти, я постоянно себя подстраховываю, мне страшно, что я буду приколана к мужчине. Ну, так ты уже как бы приколана, нет, вы же женаты. Слушай, вот ей, походу, вот ее брак, ее дети, это все ширмы прикрывания ее желаний, как бы, трахать все подряд. Вот она, мне кажется, просто создала себе прикрытие, да, что, ну, и, как сказать, для самоуспокоения, что, нет, она хорошая мать, у нее много детей и все такое, но... Не скажешь, так вот не скажешь. Не скажешь, не скажешь. А оказывается, вот он эти черты водится. Слушай, так так, она, получается, вот эту жену обменять нужно было и так вот отправить, я бы, не знаю, я бы, наверное, отказался бы сразу бы от этой идеи, зачем он согласился. Так я думаю, они ради этого только решили, типа, знаешь, заявить об этом открыто. Он же тоже с Вильгером, блядь. Да. Понятно, все Иванова прорекламировали. Саша с Викой на брак решились без страха, но и здесь пресловутый штамп в паспорте подпортил романтику. Ребенка туда. Мы вместе уже шли, нет, и жена, 3,5 года. У нас начались проблемы, скорее всего, тогда, когда, наверное, после свадьбы. Секс не такой эмоциональный, как был раньше. Раньше мы экспериментировали многое где-то. Да что, сегодня какой-то выпуск такой. Сегодня, да, все озабочены. Да-да-да. Все что-то ходят, что-то сэк-сэк-сэк. Скажем хоть что-нибудь, там, как дети учатся. Да, она не умеет готовить, в конце концов, там, что-нибудь такое банальное, что-нибудь. Не знаю, я шнурки не умею завязывать. У нас, да, у нас, так, бля, они вообще, прикинь, свингеры, они жалуются на плохой секс. Что такое? Эти свингеры, у тебя, как это, хуже некуда? Это что значит, пришли мало людей, пришло? Нас не сковывало место, где мы находимся. Если нам захотелось, то нам захотелось. Сейчас, ну, это дом, дом, дом. Очень интересно. Ребенка нужно содержать, ему время нужно уделять. А мы трахаться хотим постоянно. Да, что теперь, Диан, делать? Нет, нет, что-то как-то неправильная какая-то вся одна семья и другая. Странно, странно. Да ещё пока не давали никого заявления, но всё же, мне кажется, когда ты переступаешь до данную черту, тоже не остановишься. Нет. Всё, твои мысли будут всё расти больше и больше. Да всё, мне кажется, у первой пары брак разрушен уже, потому что, ну что это такое? Может быть, он не разрушен, может, им как раз и будет хорошо вдвоём в этом плане. Они нашли друг друга, знаешь? Так они же ищут ещё кого-то, понимаешь? Вот в чём проблема. Они распространяются как зараза. А вот как ребёнок вообще всё это видит? Как ходят к папе, к маме, гости, они там закрываются. Да. Там скрипит. Сидя там пазлы собирают, пока там во всём визги. Да, да, да. Что делать-то? Это же кошмар, блядь. Ребёнок такой, знаешь, пазлы собирает, лучше б бухали, блядь. Да, лучше бы выпивали они. Да я считаю, что, наоборот, мы очень много друг другу времени уделяем. Мы 24 на 7 рядом. Естественно, ну, перенасыщаешься друг другом. Из-за этого, естественно, ушла из наших отношений романтика. Постоянно друг друга, блин, на что-то гавкаем. Может, сегодня Рому бабушке отдадим? Только ты и я, вечер запят. Романтика. Что, ага? Ты когда-нибудь мне слушать будешь, нет? В смысле слушать? Я тебе всегда слясу. Слышь, Саш! Я хочу время вдвоём, Саш, провести. Когда ты меня будешь слушать уже на... Да, они даже не заметят, что... Вдвоём остаются. Что значит-то всё? Вы больше вдвоём никогда не останетесь, у вас есть ребёнок. Вот когда он будет, лет 19-20, он пойдёт уже там по своим делам. И тогда вот вы можете подумать об этом. К полтинничку опять. Копите ярость пока что. Да, да, да. А потом уже будете разряжаться. На пенсию. Бывает такое, что она срывается просто так. Ну, меня это очень расстраивает, потому что... Ну, за что? Меня очень раздражает, когда Саша со мной не говорит. Ты ему говоришь претензии, он молчит. Да, а Саша просто глухонемой, оказалось. И он такой, а меня раздражает, что... У меня соседи в Москве там глухонемые, короче. И как они? Хорошие были? Блин, ну если они шумят, то они по полной программе шумят. Там, знаешь, по плане сверли, стучат, там и так далее. Они могут без перебоя это делать, потому что... Они же не слышат. У них голова не болит, когда... У них там ребёнок может плакать часов пять, короче. И они такие, типа... А у них ребёнок этот, да. Ну да, дети нормальные, да. У них там тролли, четверо детей. Да, да, да. Ты ему что-то пытаешься вдолбить в голову. В голову он молчит. Ну конечно, папа с мамой никогда не ругаются. Никогда. Не, ни слова можно. Это ужасно, конечно. Ладно. Не, ну это же правда. Ну да. Главная проблема будет всё только расти и сжирать наши отношения. И тогда два, три, пять лет, и мы обязательно расстанемся. Я очень хочу, чтобы к нему приехала жена, которая возьмёт его за шкирку, прислонит к семье и скажет, Слышишь ты, ты либо меня сейчас слушаешь, либо собираешь монат и валишь отсюда куда-нибудь далеко-далеко. А, ну, она уже просто не воспри... Он её не воспринимает? Ну, серьёзно? Да, она там много пиздит уже и так. Короче, неправильно сразу отношения учились. Но вскоре далеко-далеко отправится сама Вика. Пришло время жёнам собирать чемоданы. Так. А он всё это, княжество своё любое обходит. Я беру своё самое. Чувак, у тебя сейчас жена поедет на пробледухе. Не про бледдухи. А ты что? Он там уже в Тиндере новую ищет, знаешь, такую. Я думаю, сейчас ему как раз-таки без Тиндера привезут вот эту, кстати, барабанщицу. Ну, получается, вот тому челу, да, вот эту подсунут. Я думаю, там будет всё ок. Мне кажется, вот это вот не будет времени терять. А вдруг пригодится. Ты на юг поедешь? Да, кто его знает. На пляж будешь? Шорты свои самые откровенные беру. Чего? Самое главное – косметика найти. Мне нравится, как он возмущается. Чё? Чё? Ах ты гадина. Как ты можешь. Ему так лень, может, даже ругаться. Да-да-да-да-да. Дальше телефон в одном, там, как бы, один глаз сюда, чтобы там не пропустить какой-нибудь донатик. Без косметики-то. Конечно, духи свои самые любимые. Какие муж подарил, да? Да. Что с тобой сделать-то? Крашусь. Ну, кстати, отри помаду лучше. Вообще жесть. Ну-ка, мраз. Женщина не должна быть красивой. Вот это брак, я понимаю, блядь. Просто ты подходишь, а за лицо раз и пираешь нахуй. Смотри, что натворил. Тебя чума за этим. Чего нельзя накраситься? Для себя я крашусь, не для кого-то. Чего ты для себя краситься? Для себя. Я хочу, чтобы тебе приехала страшная, неухоженная, толстая, чтобы тебе трапили мозги весь день. Как думаешь, куда поедешь? Село, мне кажется, какое-нибудь. К свиньям. С туалетом на улице, да? Как ты любишь все. Да. Трусишки, главное, кружевные возьми. Для свиней? Ты, парень, похож на Кузи из универа. Почему-то такой... Я все думаю, кого мне напоминают, короче. Да, вот это он приблизительно такой. Нет, это сын Кузи, знаешь. Спустя несколько лет. А, ну да, да, да. Какой-то такой. Универ-то уже старый сериал, достаточно. Немного видоизмененный, да. Поплавился чуть-чуть. Такая с 2008 года. Бля, я помню те времена, когда еще универа вообще не было. Ребят, не представляете? В такое интересное время я жил в 2005, 2006, 2007 году. Вообще ничего не было. Телефонов, смартфонов, нихуя нет. У них никаких тебе WhatsApp'ов и Telegram'ов. Ну просто реально, вот, у тебя телефон был, реально, звони, блядь. У тебя номер был, человек, ты ему звонишь, и там трубку поднимают. Я в последнее время, вот, не знаю, только родителям, кто реально может трубку поднять и сказать, алло. Это вот родители и несколько человек, одноклассников, с которыми мы поддерживаем это. Все остальные, тёк, Telegram, всё. Сообщения там. Сообщения какие-то, это. Я помню, я ехал в этот самый универ, и в окно смотрю, думаю, о, блядь, это что такое. А там только вешали эту рекламу какого-то универа. Я такой думаю, ебаный, можешь посмотреть. Ой, я посмотрел новую серию, от шапы ещё-то. Дега, я по первой серии сразу понял, что это всё. Ну я там так парочку глянул, блядь. Лягинит, блядь, это сериал. А реквизит, ты будешь что-то выбрать? Да. Пару и русский сериал. Окей. Ну, смешно, местами. Я бы хотел, чтобы моя жена стала чуть более хозяйственной, чуть более сдержанной и чуть-чуть повнимательней к своему эмоциям. Что ты сказал, понял? Ты сам-то, блядь. Просто прожила слова. В чем-то вич, 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 вич. Каким повнимательнее к своему эмоциям. Наосваиваюсь, под глупые вытащи. Да. Уже сейчас буду пугать. Я буду ехать. Точнее спиртфуль. В гараже живут? Я просто представляю, вызывают такси, знаешь, да, в гараже живут. Реально в гараже живут. Почему так? Ну, вот так вот. Экономят. А кто сказал, что гараж? Они сами сказали, мы живем в гараже. Я думал, это шутка. Это оказывается реально. О, Старекс! Если я живу в Сочи, то, скорее всего, меня отправят на Урал. Это будет суровый уральский мужик, которому надо будет готовить харчи, которые я не умею готовить. Даже не знаю, что это, если честно. Я хочу... Блядь. Дуга тебе придется где угодно. Я хочу, и я думаю, что меня это ждет. Я надеюсь, там будет что-то трешевое такое, и что мне запомнится на всю жизнь. Господи. Блин, я еду в Сочи. А, я думал, там фотографии кучу. Того, с кем она будет спать. Да, да, чтобы она сразу нафантазировала. Ух ты, ура, наконец-то. Вот это да. Кстати, это было бы правильным решением давать сразу фотографии, чтобы они ехали, думали. Накручивали себя, вот такие, нет, я не хочу. Серебились уже, так сказать. Ну, настраивались на позитивный лад, а то... Хотя, с другой стороны, надо первое впечатление, да, чтобы было от увиденного. Море. Ну, я надеюсь, там не будет детей, и я отдохну как следует. С новым мужем. Господи, это село, село. А я все-таки еду к свиньям. Вот к нему, наверное, доярка приедем. География у него очень плохо. Да. Или она имела в виду людей конкретно. Я не знаю. Это называть вообще любой город с населением меньше, там, миллиона человек, где там свиньи на деревне, это неправильно. Уже ей минус. Не, она не нравится от этой конкретно. Ну, не, она такая неприятненькая, согласен. И та же тоже. Она еще, они укрикливые какие-то, блин. Да, да. Ух, надует ему. Чего-нибудь. Старакс хороший. Что-что? Пока фантазии уносит Вику. Да, полноприводная, с ним я Hyundai Starax. Мне еще нравится в предыдущем кузове, который еще от 2000 года. А, я помню, такой более квадратный он такой. Да, 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 и там люди лебедки на них ставят, все как положено. Он такой, блядь. Я не уверен, конечно, что он рамный, но хороший. Кстати, у меня кореш занимается лакерами. У кого есть Starax у отцов или у вас самих. Это, пишите мне, вам отправим их. Блокера для Starax. Неплохо. Вот рекламочка. В деревню к свиньям и дояркам. Что мы заняться в газоупоры на капот, если у кого там машинка хорошая, но ебаная это кочерга, что вы себя не уважаете, что ли, блядь. Каждый раз вот это вот все. Просто капотик дерг. Газоупоры, кому нужны, я ссылочку дам. И самолет приземляется в аэропорту города Иваново. Аэропорт есть так-то. Ну, охренеть, конечно. Нет, слава богу, что... Сельский аэропорт. О, бля... Не, Иваново это прям город. Какой солидный тут все. Да, но не прям этот, ну где-то рядом с Москвой, но не Подмосковье, это точно. Бля, я уже не помню. Мне кажется, что Подмосковье. Голос здесь просто собачий. Подождите, подожди, 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 подожди. Ой, опять старый, господин. Официально как-то у вас. А в городе Сочи, где-то у меня злачные ночи. Ну да, не особо не Подмосковье. Вот это даже вообще не Подмосковье, потому что это под Ярославль. Да, да, между Ярославль и Владимировым, блин. Да, ну не так и далеко все-таки от Москвы, так сказать. Ну километров 250-300, наверное. Это 300 километров? Это да. А сколько ехать? Ну Владимира считаю где-то 150 от Москвы. 690 километров всего от Питера. Это не так и много. 13 часов ехать. Ну это по платке, если еще я к этому вообще сразу берешь. Ехала в Сочи, тут так-так красиво, тут столько паленок. Пока что мне не очень нравится, если честно. Обшарпанные дома бомжей прям очень много. Надеюсь, что я попаду не в притон. Хочу бассейн, хочу красивого мужа с торсом, чтобы мы ходили в казино, отдыхали. Мы выходили, вы поняли, да? Не просто там в ресторан, казино. Бассейн. Будем там однорукого бандита крутить и все деньги всаживать. Вот это будет отдых. Я был в сочинском казино. Был? Был, да. И как там? Ну, знаешь... Выиграл что-нибудь? Я играл в автоматы только. Я хотел просто сыграть в этот, в Blackjack, типа там 21. Но я подошел, там когда ставились ставки типа сотни тысяч, я такой. Ты ушел? Свои пятерые такой, знаешь. Я просто посмотрю. И чувак такой стоит. Блин, 300 тысяч только что просадил. Прикинь, вообще, блин. Я такой, ну понятно, ладно, пойду дальше. Есть зал, где для курящих. О, там есть такие? Да. И там, короче, дымоган стоит вообще жесткий такой, знаешь, вот ты видишь только свои ноги. Бля. И все. И там вот эти все. Скиль. Такие вот сочинские парни. Эй, блядь, давай, 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 сейчас выпадет. Где там моя вишенка? Короче, нормальная тема была такая. Но ты там сразу выходишь, моментально можешь нестирать одежду, короче. А ты прям пропитываешься, коптишься. Как будто возле костра стоишь. А я выиграл 38 евро на теплоходе в Таллинн. В смысле, как ты выиграл? А там же все. Если ты поднимаешься на борт, там стоят автоматы, и ты пока в нейтральных этих водах плаваешь, там нету этой запрета на козидо. И там только на руки бандиты стояли. И я вошел, у меня там было, может быть, рублей 500 на Менинга, и я туда покидал, кидал, 38 евро выиграл. Неплохо. Не, я почти сразу проиграл. А вот девочка там была, она до 15 тысяч дошла. Она такая говорит, ну я все равно же пошла проигрывать, мне деньги не нужны. А, ну получить эмоции. Да-да-да. Так, значит они знакомятся, да? Дом, милый дом. Ой, блядь, что это было? С окна ебаной водички. Это дед Харкнул просто, знаешь, который копил слюбленно весь день как бы в Техасе. Или, ну, я не знаю, что можно в окно так? Кружку от чая просто не допил. Да, у меня вылилось это ведро помоев, то первая реакция, это просто в шок. Вот так встречается. Не, ну это какой-то... Это жест, жесть вообще какая-то. Я такого не видел ни четверя, я только в фильмах смотрел, когда это на тебя выводило. Не, у меня один раз облили сверху. Мы, короче, просто под балком стояли, курили. Но это в школе еще было. И что-то ржали-ржали, как бы. Нам не там чел. И просто водой на нас налили, и все. Но я думаю, если бы просто она нам вежливо сказала, типа, ребят, можно потише, мы бы спокойно бы отошли. Не, не, она не стала разбираться. Да, да. Может, там ребята невежливые. Я даже не поняла, что произошло. Я не думала, что люди до сих пор помоя соком, выливают. Не хочется кому-то набить, что внутри. Здравствуйте. Это вы сделали, нет, милые девушки? Нет? Что ты, чебадал, что ли? Милые девушки. Знаешь, чебабки так поворачиваются всегда вот, ну, как, блядь, эти линкоры. Знаешь, они не могут повернуться там прям вот медленно, блядь. Я понял, да. Так вот, что, блядь? Да, да. Да что вы? Очень гостеприимный город, да, видимо? Да. Это просто жесть. Все окна закрыты. Никогда не узнаешь, откуда что. Меня ни разу в жизни так гостеприимно не встречали. Это пи*** вообще. У меня одна куртка теплая. Так она уже зашла, а что она водит? Первым делом мне не удалось посмотреть квартиру, потому что мне просто жизненно необходимо было избавиться от того, что на меня вылилось. А где стиралка? Голода заслужилась. Блядь. Да, она вообще начала сразу это с негатива, негативнейшая. Не, ну ее, понятно, помойкой облили, там, я думаю, вряд ли довольной будешь. Да, это, ну, как бы жили. Такая, о, колбаска. Лимон. А в сосан чуть-чуть. Ай, пот по столу лазит. Слушай, иди, иди, иди. Такая, он по батарее, да, он там грелся. Сидел просто. Такая, он по столу. Не знает, что такое стол. Да, в гараже живешь. Пожалуй, начну с того, что поставлю стирку. Пока Вика стирает куртку с мечтами про полосток. Мне нравится у них унитаз, вот эта крышка. Знаешь, выглядит так, как будто... Да, не, выглядит, как будто просто высморкнулся гном какой-то такой, и все, и это осталось. Ну да, аппликация какая-то получилась. Да не, нормально, че, это, ну, как в Японии, знаешь, вот эти вот ультра-туалеты, тут так немножко намек на, как бы, гостеприимство. Заходишь, открываешь крышечку, там что-то... Ой, так приятненько так сидишь, вудочку рассматриваешь пока. Можешь цветочки поднимать. Да, и потом весь ободок обостал. Соседей, пока нет, только поднимите. Просто подними его, или отпусти крышку наоборот, никто не узнает. Взяет к своему новому жилищу. О, вот это вот, ебаться. Куда я попала? В банке. Мужчина красивый. Видел, да? Да. Когда я подъехала к гаражному комплексу, я поняла, что я оказалась в полной ж... Чемоданчик пустой тот. Бля, ну чувак-то молоток. Свет нашла. Рил в гараже. Грязно-то. Слушай, а для гаража-то нихуё так... У них большой гараж такой, я смотрю. Гараж миллион триста стоят. Запах ужасный. Тут живет ребенок маленький, наверное, как мой. Бля, она в этой форме, сейчас как раз покажем. Пойду отсюда. Подвальчики. Видишь, в этой форме военная такая, военная сексуальная полиция. Да, да, что-нибудь такое. Слушай, но то, что я там Battlegrounds на шивочке, это странно. Она вообще, знаешь, что это такое? Ты знаешь, что я в Battlegrounds не играю уже год, наверное, полтора? Очень страшно. У меня сердце начало колотиться. Я там, когда вот захожу в топ-10, думаю, просто 150 ударов, блядь, от каждого шороха. Просто... И там вот все бегают, все стреляют. Кто-то там снайпики. Знаешь, что это вот, когда с оглушителем, и я такой, ну, сука, я не могу больше, блядь. Выдержу, но потом беру себя в руки, да, иначе... И потом так плохо сплю, у меня как-то раз приснилось, что мне прямо между глаз пуля попала. Я прямо вот, Люба говорит, что я прямо подпрыгнул вот на метр, наверное, да, чтобы убили, убили во сне меня прямо вот вообще безжалостно и хладнокровно. Очень страшная игра. Я знаю, что это хозяйки-то не живет. Это вам не Фортнайт, блядь. Кухня чем-то на самом деле напоминает нашу кухню, потому что ремонта как такового, конечно, здесь нет. Меня удивил тот факт, что нету шторок. А это первый этаж, это дом, где просто идут и оглядываются, что здесь происходит. Пельмешки, замечательные. Я тоже на первом этаже дома живу. Какая красота. Мне нравится на первом этаже жить. Не шумно? Да не, не, похеру. И можно в окно выпрыгнуть в любой момент. Ну, то есть вообще никаких проблем. Так вот это как у... В окно выпрыгнуть. Вот это неудачника, короче. Первый этажа прогнули. Вот так вот. Блин. Взял так. Даже не сильно ты пригнулся. Повелось. Салат с киви. Все вообще пахнет прям не очень. Меня прям сейчас тошнит, если честно. Салат с киви. Такие странные салаты экзотические. Знаешь, там салат с... Сегодня салат с киви. Ну, а у них и семейка-то с огоньком. Да, да. Ел ты салат с киви? Нет, никуда нет. С яблоком максимум ел. Да, пахнет, конечно, тут не едой, а протухшими продуктами. Закрутки какие-то. Ой. Фу. Ой, фу. Тут, наверное, уже давно печеночка-то. Ой, не диктри. Выглядит это как говно прям реально. Да, 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 законсервировано. Оставим потом. Очень, да. Это была печенка вся в плесени. Как будто ее оставили уже на месяц. Говорите, я даже не так... Как тут жрать? Подтаскивай. Наоборот, я есть захотел бы. Вся в плесени, такая сладкая. Вся такая же немножко развалилась. Там развалилась. Ее прям... Французы тут живут, наверное. Паштет переросло, да. Ее сейчас это... Одеть, шарф завязать и... Берет, блядь. Берет, одеть, да, тельняшку и с багетом просто так. На самом кончике вилочки. Да перестать, да. Доведешь меня ты сегодня. Вообще! Смаканул, да? Да. Из всего можно сделать приятную затею, так сказать. Было бы желание. Было бы желание, да, и настроение. Как грязно. Опа. Точно. Он диджей. Люблю электромузыку. Это же гем по полной программе. А здесь, я так понимаю, они спят. О, господи! Шестковато, да? Здесь можно спину отлежать или жопу отсидеть. Это полезно, спина на жестком спать. Он очень брязный и почему-то белый. В детстве думали, что у меня сколиоз, и кто-то пытался родителям спать на жестком доске. Так батя мне просто, знаешь, принес такую фанеру большую. И постелил просто нюк, короче. Я спал на фанере, блин. Слушай, нормальная тема. У тебя нет проблем со спиной теперь? Или наоборот появились? Есть, есть как бы. Ну, ничего страшного. У меня просто проблемы были со спиной, а с ногой. Ну, попытки были. Да, то сколиозы. Пятна. Видимо, это сама мама и сам муж. Ну, они прям как мама с сыном. Ей, ну, может быть, 42-44. Вот так посмотришь на фотографии, думаешь, какая приличная семья. Блядь. А, возможно, ребенок даже не от него. Да, такой тоже может быть, кстати. Ну, не, подожди, это вот у нее проблемы. Говорят же, кто последний, тот и папа, поэтому... Да, это, кстати, блядь, очень большая проблема. Ну, а почему всем... В современном мире? Да, я как-то это попался тоже на статью Дзен, статью Дзеня, блядь, в этом Яндексе. И там, знаешь, типа бабы такие, что, блядь, твой муж пошел делать генетическую экспертизу? Твой муж пошел, что ли, это его сын. А даже если не его, он должен все равно тебя любить. То есть, как бы женщины с прицепом, они думают чуть иначе. Ну, мальд, это жестко, на самом деле. Жестко, конечно, да. Ну, как бы, если чувак сомневается, значит, есть причины. Вот именно, да. Да, и то, что там, он ничто не верит мне, мне нужно обязательно это... Ему надо обязательно знать, почему он не может любить его как своего. Потому что не свой. Да, ты же не свой, это чужой ребенок, блядь. А чужого ребенка принять это не так уж легко. А тем более, если тебе оказалось так, что тебя Абаном привязали чужого ребенка, блядь. Это жесть. А ты такой думал, опа, у меня сын радовался, прыгал такой, бах, а кажется, сын-то не мой. А моего лучшего друга? Лучшего. Он был лучший друг тогда и живет с тобой. Да, 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 все. Такие у нас темы, да? Из веселого в грустное, веселое такие. Не знаю, я бы, наверное, не смог чужого ребенка расти. Честно скажу, у меня не хватит силы духа или что, как угодно называйте. Ну, блин, слушай, я думал об этом раньше. Как бы, смог бы ли я жить с девушкой или женщиной, ну, как бы, не со своим ребенком? И я такой, ну, возможно, как бы, если любовь, то смог бы. Потом такой думаю, ну, вряд ли бы. Я бы все равно, ну, я бы все равно, да, я бы все равно же бы как-то, ну, в силу своего характера бы не смог. Характер тоже не смог бы. Я понимаю, знаешь, такую ситуацию, когда невозможно завести ребенка в силу каких-то физиологических проблем. Да, да, ты просто с этим как-то... Никак. Взять ребенка из приюта, да, и растить его, естественно, как своего, это, ну, это просто хорошее решение. Я родителям говорил, может быть, кого-то установим, когда, ну, типа, лет, знаешь, 15 и так далее. И мама говорил мне прямо напрямую, она говорит, сынок, я просто боюсь, что я не смогу так же сильно его любить, как бы, как тебя. Вот, да, да. Поэтому, как бы, мне, говорит, жалко и так далее, но, возможно, я просто не смогу. А не хочется человека, как бы, раздевать сердце, он же в этом не виноват. Ну, естественно. Ну, ванн. Ну, ванн. Тяжелый, ванн. О, блядь. О, господи, тут даже ванны нет. Ну, а, понятно, это ванну немножко, там же разница. Блядь, здесь опасно. О, а, я понял, ебать, так это яма смотровая. Да, 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 да. Это ж никакой не подвал, это же Жигули, еще есть машина. Да, да. Ну, чего вообще оставили эту дырку, чтобы я нахер, или чтобы дети упали, я не понимаю этого. Ой, блядь. Ну, это ты, блядь. Блядь, ну, ты пиздец. Потому что ты тут не живешь, ебать. Если бы ты тут жила, ты бы понимала, зачем тут такая дырка-то есть. Это же как бы, ну, вот, а вот осуждать человека то, где он живет, это уже вообще последнее дело, блядь. Кто-то придет и скажет, что у вас ремонт кусок дерьма. Да. Кто-то придет к вам и скажет, вот кто как хочет, тут, блядь, как деваться, блядь. Как вот такие, как можно было повесить с ромашками обои, блядь. Ну, а так? Ну, мне нравится. Ну, мне нравится. Если человеку так комфортно. Я бы кухню получше бы, конечно, купил. Купи, купи. Да, купи. А сами живут там, знаешь, в дыре какой-то. Так да, да, перлога ебучая. И это, ну, для того, кто у кого обои с ромашками скажет, а вы как тут живете. Вот у меня стиль скандинавский. Ты че, блядь, бомжара нахуй что ли? У тебя вообще голая квартира, Кистян, нет, у тебя стоит скандинавский. Ебать, цветок на подставке, и белый диван, серый, и все языки и черные стеллажи. Да ты охуел, что ли? А где стенка чехословацкая? А где, блядь, телевизор? А где вот эти вот плющи ядовитые, которые свисают? Где это все, блядь? Где? А где кактусы? А где, блин, торп пузатый? Ты че смотришь в этот плоский, блядь? Че там увидишь? Че, не христианин, что ли? Да, да. Где у тебя, блядь, с иконами стеллаж ебут? Черт. А где тут уголок занятый, важный? Какую-то хуйню вешает себе на стены этот серый лес, чтобы там, знаешь, там типа в дымке. Ты че, сука? Этот сосновый бор у нас под Ленинградом, вот его я здесь фотографирую, распечатаю в Италии, блядь. И по лесу, блядь, какие-то там пустыни. Ты где живешь, блядь? Такого, да. Я как клеер, этого, конечно, не пойму. Клееринговая. Нет, это нормальная квартира, я ничего против не имею. Чувак из гаража, вообще, то, что он из гаража хату сделал, вообще надо ему упасть на колени перед ним, да, и сказать спасибо тебе человеку. Слушай, а как они там платят, получается? Вот, я тоже. Получается, дешево уходит, содержание они же не оплачивают. У него коммуналки нет. Нет, есть, есть, но платят, скорее всего, как туда воду провели, с электричеством все понятно. 9 тысяч в год за электричество платят, обычно там безлимитное электричество в этих гаражах. Ну, может, не счетчики есть, но все-таки. Ну, счетчик могли им поставить, да. У меня счетчик стоит в гараже. У меня нету. Он говорит, ну, смотри, просто, где-то. Он просто предоставляет, сколько киловатт, и все. Ну, по факту, да, это дешевле выходит жить, походу. Ты хочу, я там могу сжечь, блядь, чего? Они занимаются. Три лампочки. Ну, как бы, очень пыльно. Прям очень. А это даже не самая верхняя полка, хочу заметить. Это что, это клей торчит или что? Леска? Ну, прям, у нас очень так одеваются 40-летние женщины, которые ищут себе мужика. Платьишко-гусеничка с огромным пушапом. Так она все время мужика сидит. Ну, да, она же из ванного женщина. Охотница. Мы с просто дешманской фурнитурой. Мне прям страшно представить, кто там поехал воспитывать моего ребенка. Что она сказала? Ух, я здесь манскую фурнитурой. Ой, басэнджи. Вот такую собаку хотелось. Путили ты в клетке. Тут живой души нет. Я не люблю собаку. Без клетки она будет, это, паясничать, если одна останется. Пить чай. Их же там отдам усерить. Друзей свои звать. Там с котом. На двоих. Да, да, да. Надо гулять, возиться. Это как второй ребенок. Пахнет прямо с затхлым бельем. Ох. Барабан, это точно музыкант. Ой, тут вообще не густо, конечно. Это точно не гараж? У них что-то там сверху, видимо, двухуровневый. Бля, это Сочи, правильно? Это да. В Сочи там строят трехэтажные, четырехэтажные гаражи. У них там культ такой по гаражам. Вот у нас четкий регламент есть, что гараж не должен превышать, по-моему, 3,30. Или 3,5 метра в высоту. Вот, я свой могу как бы либо надстроить, либо его переделать полностью, из блоков пересобрать, но это дорого. А у них там, по-моему, вообще всем похуй строят. Реально, вот многоэтажки. И у них реально первый, второй, третий, четвертый этаж. Все на базе гаража. У них респектабельно. Чем больше этажей, тем больше респекта тебе. Хуй здесь, наверное. Какого тут вообще не сравнить. Девочка любит спортивные вещи. Я не понимаю тех женщин, у которых в гардеробе-то мало одежды, и которые не любят ухаживать с собой и одеваться безвкусно. Ты пойми, ты постарайся. Ужас какой, я тут наведу чистоту и порядок. Рано наводить порядок. Сначала бы узнать, что за порядки в новой семье. А в этом же нам поможет семейный устав. Семья Милюшенко. Мама Виктория, 23 года. Артистка фаер-шоу. Что это такое вообще? Фаер-шоу. Папа Александра, 23 года. Сразу конкурентку нашел. Я стриптизерша, но какое еще нахуй фаер-шоу? Может там что почище? Может она там, ну, типа такие мысли, типа, что такое? Какие-то фаер-шоу такие, блядь? С огоньком. Артист фаер-шоу. Диджей. Сын Ромы, 2 года. Семья Булгачевых. Мама Анна, 24 года. Все, ничего не пропадает. Вот я, блядь, жалею, что сейчас не продаются вот эти вот банки на скафе металлические. Тяжело их найти, да, если они... Для пипельницы. Да, да, я бы там шурупы всякие, вот это все, потому что, ну, тема хорошая. Кафе Пиле, еще помнишь, когда был кофе Пиле? Да, да, конечно, очень хорошо. Я его сейчас хотел бы купить с радостью, но что-то его нигде нету, видимо, даже может не продается уже. Я думаю, да. И вот эти вот, маккофе, хорошо, что продается вот это все, я люблю такое. Голден Игл или как там зовут? Голден Игл, да, это... Америка, ну что такое? Или Америка. По-моему, Голден все-таки. Да, да, да. Тоже вкусный. Что ж ты так плохо выглядишь? Боже мой, а папе-то 31 год, а почему он так хорошо выглядит? Дочь Снежана, 8 лет. Сын Мирон, 1 год, 11 месяцев. Семейный бюджет, 7,5 тысячи рублей в неделю. Побольше, чем у нас. На продукты 2,5 тысячи рублей. На развлечения для ребенка 2 тысячи рублей. Конечно, очень сильно много тратят, больше почти, чем на еду. Семейный бюджет 4 тысячи. Зато у людей как раз-таки так гармония есть, знаешь. Ну да, она все в деньг. Есть развлечения. Не ужаты. Не-не-не-не-не. То есть как бы на развлечения люди тратят деньги. Все, это хорошо. Ну как они еще молодые. Да, сумма. Ну правильно. На еду они тратят 2,5 тысячи рублей. А в Сочи, получается, лучше в гараже живут, чем у Иванова. А они такие говорят, ебать, 7,5 тысячи. Так, потому что чем у нас. Так, а ну а что? Поэтому и побольше, что гараж, как бы там реально кум по-менее. Да, ну еще в двух уровнях. Экономят на коммуналке, блин. И все. И сразу уже 7,5, а не 4. И еще курортный город, к тому же. 100 рублей проезд и сигареты папе. Сжирает он, конечно, бюджет. Надеюсь, он тоже зарабатывает хоть что-то. Это что такое? Другой жирает он на сигареты? На сигареты, да. Хуеть. Буквально он уже жирает просто. Пачку. Да. Время на жене. Убедить мужа перестать жестоко критиковать. А также прислушиваться к желаниям жены. Может, он и правильно делает, что ее критикует? Потому что невозможно жить в этой грязи и в этой помойке. Работа – это моя жизнь. Постарайся и замени меня на время отъезда. Я постараюсь делать фрарш-шоу по полной программе. Я думаю, я тоже буду вместе с моим мужем. Задание о временной жене. Постарайся убедить мужа, что работающий жен... Блин, что это у нее там на лбу такое было? Что? Не знаю, это сказывается по моим. Задание? Штука. Слышите, вот это... У нее прям реально лоб размытый. Она хотя бы лицо бы умыла. А то зашла, там что-то воняло. Ну, блядь, слушай, ну кто знал-то, как говорится. Нет, а сейчас чувак прикинь, заходит такой, ну, как бы, здрасте. От нее помойкой воняет, он такой... Ой-ой-ой. Вот это мы, ребята, попали, да. Что же мне делать-то? У меня мусорное ведро не так сильно воняет, как ты. Да, с такими, как бы, делами на группа уху можно не рассчитывать. Старайся убедить мужа, что работающей жене просто необходима помощь по хозяйству. Там бы не заболеть рядом стоя. Да, там надо как-то здоровым мужем следить за своим, да. Ну, не до этого. Надо как-то перекрутиться. Без ее, блядь. Муж обязан помогать жене. Это их общее гнездышко, за которым надо ухаживать вместе. Ну, посмотрим на мужа и посмотрим, что с ним можно сделать. А пока хоть что-нибудь нужно сделать с чувством голода. Жена-то хозяюшка. Прилетела, ничего еще не делала. Жарать охота. Лицо помой хотя бы. Да, да, да. Надо как-то пойти там, умыться. Ну, тоже салат такой прям стильный. С киви, с киви, я же говорю. С киви, колбаса. Видишь? Да, колбаска докторская. Потом какая-то капуста, блин. И мазик, блин. Да нормальный салат. Да, же. Абдристация – это самое нормальное. Да, да, супер жирный. Не, ну... Но не то, что супер жирный там, блин. Если есть капуста и еще и киви, то это все, полезный почти что-то. Из неполезного, в принципе, только колбаса и майонез. Ну, а там получается такая работа, знаешь, типа... Да, усоединяется. Минусуется, и все, так, вы хочешь, ты ноль. То есть, два вредных, два полезных продукта. Да, да, и все, ты такой съел, такой, ну, все нормально, просто еда. Просто прошла до пищевода и вышла. Майонез. Переходи, наконец, история. И что-то жирное, и очень много салата. История одного салата. История одного салата. Как-то раз его съели, он переварился. Что не переварилось, переварилось в дерьмо. Потом прошло по кишкам. Так, так, так. На американский. Ну, и высрали его. И он умчался. В дальние края. Да. Там он встретился со своими родственниками. Удивительная вообще тема, что вот не съешь, все в дерьмо превращается. Все, все одно и то же. Вот что, не знаю, там... Чипсы читался. Да, что... Икру, черт. Все. Все равно же одна и та же консистенция. Что там происходит, а? Да, в этом животе, ебаном. Что он все, что угодно, дерьмо превращает. Это какая-то вот странная тема. Я вообще не считаю, что как бы надо уже как-то альтернативный источник питания. Как вот... Какая-то была серия South Park, где все на рыгании ездили машины. Типа чувак рыгал в трубку, и она ехала. И тут то же самое. Как-то, не знаю, делать какие-то динамо-машины с этой фигни. В туалеты каждый день люди ходят. Надо как-то это, ну... А ты прикинь, если, допустим, через жопу есть дерьмо, и оттуда выходит нормальный, да, изо рта потом. Вот это уже, братан, тянет на премию какую-нибудь тебе. Если ты придумаешь, как это сделать, это тебя защтется. И ты причем можешь генерировать любой продукт такой. Опа, хочу черную икру. Не, ну это уже, блядь, это... А, я понял, волшебство, блядь. То есть, дерьмо одно и то же? Да, ну дерьмо... Но ты в голове себе проецируешь такую картиночку. Хопа, килограмм черной икры. Хопа, тортик вышел у тебя. Тортик, да. Ну, слушай, я тебе говорю, если так сможешь, я тебе серьезно говорю. Это бизнес вообще успешный. Ты будешь сам богатым человеком в мире. Билл Гейс такой сидит, думает, что-то я не то в жизни делаю, блядь. Все, все, надо как-то вот с этим делом разбираться. Так же можно? А салат заморожен, он хрустит. Это явно лед. Но может, халлок, потому что салат айсберг. Да, 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 он со льдом подморожен, подморожен, подморожен. Салат компенсируется горячим приемом нового мужа. Очень хорошо встречают. Меня зовут Вика. Меня Илья. А тебя как? Меня Снежана. Очень как обрезанная девушка. Ты откуда будешь? Жена поехала в Сочи и будет там покорять моря, судя по всему. А так съеду, по ней не скажут, что она сочская, не загорелая, какая-то бледная. Он разговаривает, я не понимаю, как будто не x2, x1,5 у него, знаешь, такое вот не быстро, но и немедленно, блин. И он еще говорит, так, знаете, это какой-то персонаж, не могу понять пока какого-то... Ну, надо быть торгашом какими-нибудь, знаешь, там, овощей каких-нибудь таких. Да. Покупать, да-да-да. И он максимально это, ну, его ничем не удивить, знаешь, славя. Ну, если так перед ним поставить телефон и просто, знаешь, на беговую дорожку, он может так часов 8 пройти, даже не за месяц. Да-да-да, у него все это перемешивается, пространство и время, он не понимает, что происходит. Мне кажется, мне кажется, что ему реально быть хорошо продавцом-консультантом, каким-нибудь или менеджером, или вот это микрофинансовое. Да-да, ладно, ладно, все согласен, все хорошо, будешь бы тебя не слушать уже. Раньше из общей тарелки едешь. Ну, общая, общая. Мы семья теперь. Обычные свинии из общей параши едят. А люди, ну, себе берут, накладывают и кушают. Мы пришли голодные. Такая, спасибо, агрессия. Ну, что ты из лоханки, как свинета ешь, наложи себе отдельно. Чуханка, блин. Ну, да-да, как справедливо, все, вот это уможаем. Не, он сразу агрессирует, значит, потому что от него помойка воняет, он думает, блин, на тебя, как бы, с общей тарелки. А что у тебя тут такое? Что, тебя вылили, вылили ведро, и ты не помылась, так это еще чуханка. Гуляки, покормил бы нас. Так, слушай, солнышко, ты хочешь кушать? Посуда стоит там, я так поняла, грязная с утра. Знаешь, такой посуды, не ем из грязной. Ручки есть, помыть можешь, вон там, вон, средства специально. Не, я думаю, что ее поломали здесь. Я тут с таким базаром, она просто не знает, куда попала, блядь. Калежи, думаю, ты сам справишься, ты взрослый человек. Чувак стриптизерша, хамуталов. Бывшую повариху. Бывшую повариху стриптизерша, да. Да, А.К. стриптизерша. И теперь она делает, что я уверена, а тут какая-то приехала фраерша, да, и она посудка, а ручки есть. Нет, то есть будет наоборот, она после этого станет стриптизершей. А, ну да, да, ну он ее выучит, быстро научит, чему. Не буду мыть посуду. Вот тарелки чистые. А, отлично. Деткам тоже надо положить, не забудь. У тебя дети есть вообще так-то? Да, у нас есть дома сыночек, ему. Что, он тоже сам себе накладывает или что? Нету, иногда я, иногда папа его кормит. У нас все по очереди. Слушай, я когда подходила... Ну да, она берегата путает. Ну а ты? Ну а у вас дома что? А у нее, оказывается, дома все по-другому, она здесь строит из себя какую-то эту, да? Ты что, ты что, нахуй? В чужую хату, блин. Да, порядки наводились. Надо было смотреть видео, как зайти в хату. Чтобы, да, вот в это. Чтобы уважали. Я думаю, есть видосы. Какая-то гнида сверху вылила помои мне на голову. Вот если ты приглядишься, можешь даже потрогать мои волосы. Надо было помыться. Вот. Приехала. Обосранная. А человеку смешно. Я так и знал, что он будет такой. А он такой, ну выпендривался, вот тебе нас сразу помыться. Да, да, это тебе карма вернулась. То есть такие люди есть, живут, кидаясь с балконов. У этого человека надо найти, этому человеку нужно стучать по голове. Явно кто-то из соседей скрещен. Каждую квартиру дома зайти. Ну да, проведи расследование и скажи, так, у вас пустое ведро с помоями? Ага, значит, это вы. Я думаю, что ничего делать не нужно. Нужно просто быстро заходить в подъезд и всё, и идти домой. Чё она тоже стояла такая? Сидеть, плакать в углу. Чё такое? Сейчас я пойду. И пока ты там стояла, рот разявила, тебе, естественно, на голову помойку вывернули. Какая тут тяжая. Ты щит занимаешься-то хуйней какой-то. Тогда там смотрят, какая-то баба стоит, трещит мне помой. Да, некогда. Вдруг она там пылесоса продаётся. А, нахуй. Это просто, ну, чуваку тоже времени мало, блядь, это ждать, когда-то всё уйдут. Он бизнесмен, экономит своё время. Да, да, он такой, он просто занятой человек, у него, ну, блядь, это время, время, деньги. Я здесь спрашиваю, вот такая ситуация произошла. Ну, вызовем полицию, напишем заявление, полиция разберётся. Шикарное. Конечно, решение. Решить реально мужской вопрос ты не можешь. Я была уверена, что, на самом деле, он отреагирует на эту ситуацию и пойдёт разбираться. Я, на самом деле... А как ему тогда скажут, чё, облил ведро... Блядь, а кто признается-то? Каждому заходить, вы? Вы вернули ведро. Ты чё, мужик, ёпта? А чё он скажет? Зачем ты ведро в окно влил? Он такой, он захотел и вылил твои мои проблемы. Да никто не признается. Не надо было там стоять, блядь. Так никто не признается. Конечно, никто не признается. Скажите, что не будет такого, что там, и что, и я. Да нет, ну, ёпта, стояла, я и говорю, рот раскрыла. Вообще сейчас не представляю, как мне быть, потому что куртка мокрая, она воняет, а одежды верхней у меня больше нет вообще. А как ты собиралась, блядь? Вон там стоит стиральная машина. Да, да. Для тупых можно открыть, положить туда куртку и нажать кнопочку. Потом повесить её на сушилку или на батарею, высохнет за ночь. Да, да, всё. Потом можно сходить в душ, помыться самой, всё. Окей. Ну да. Куртку эти, да. Выберешь там куртку, можно. Пока Вика выбирала чистую куртку взамен грязной, Аня боролась с грязью в Викином доме. Всё в помойку, нахуй. Вот это самое лучшее решение. Я выкинула весь мусор, я выкинула всё из холодильника, тухлый печё. Ну вот всё равно, здесь немного нестандартная ситуация. Их меняют домами всё равно, да, получается, там, семьями. И она, естественно, хочет, ну, чуть-чуть похозяйничать, под себя сделать. Да, и поэтому уборка начинается. У себя бы она так не стала делать. Да, похуй, пускай. Стоит, тохнет. Я привела, честно, кухню в полный порядок. Ну, привет. Привет. Аня. Меня Саша зовут, очень привет. Это Рома. Я убралась. Спасибо тебе огромное. Для меня это показалось очень странно. Ну, хозяйка, да, хозяйка. Так, а что у нас попить? Чё-нибудь? Чё, в смысле? Чё мне нравится? Для меня странно, когда дома грязно, не грязно. Ё, зашёл, и там это дерьмо замороженное пропало. Ну, чё ты, да, да, чё ты, паштет мой с плесенью выкинул, дура, что ли бы? Мы вообще-то планировали сегодня поужинать. Так, да, мы специально выплесневели месяца три. Да, да, ну чё. А теперь... Больные. Теперь заново надо... Да ладно, с помойки достанем, мы доедим, нормально. Не, а то всё, не, тут как бы дело в другом. Что мы делали, что это не помой были, блядь. Теперь ты это помой. Ты разобралась и выкинула всю еду, которая с плесенью. Ты в курсе, что у тебя в бабайке была еда с плесенью? Да, вообще. Но для тебя это нормально? Ну, мы как-то, знаешь, просто к этому относимся. Я просто привыкла, что я живу в чистоте. И у меня муж постоянно вот так вот, за каждый косяк. У нас своя семья, мы к этому просто относимся, и моя жена так же, как и я, к этому относится. Ты не хочешь чистого? Я хочу, все хотят чистого дома. Но мы это делаем постольку-постольку, потому что мы много работаем. У тебя жена занимается фраер-шоу? Фраер-шоу. Фраер-шоу, мне кажется, когда... С зэками в ресторане тусуешься. Да, или так, или когда ты, ну, какую-нибудь маленькую фирму держишь в 90-е, и к тебе приезжают распальцованные, там, начинают тебе на трамп-барщине говорить, что ты должен... Вот это вот фраер-шоу. О, фраер-шоу. Вот так вот тебе перед носом прям вот пушками водят, это там, что ты там, ты там с кармана все выворачиваешься. Вот это фраер-шоу. Как у них собеседование проходит? Ну-ка, по количеству пистолет. У кого бандитов? Да, да. Нет, никак не проходит, они просто все знают, что это бандиты. Вот как-то это, как будто бандитами рождаются люди. Ну, сразу вот, знаешь, в хвачках, с пластинкой какой-нибудь, с щетками. Это вот надо уметь еще. Это не просто там одеть костюм, да, и пушку под куртку. А не каждый бандосом станет, на самом деле. Вообще не каждый. Это надо уметь разговаривать еще, как бандиты. Вот знаешь, как бы одно слово какое-нибудь, надо все, ну, быть готовым к любому базару. О, да-да-да. Ты кто по жизни есть? А вот ты такой, а, я... Человек. Понятно, все с тобой. Не, тут надо сразу стрелки крутить, блядь. Тут без этого не обойтись. Да. Кто, я, я кто, да? А ты кто, блядь? Ты мне такой спрашиваешь, еб-то. Ты, ты сам. Он такой, я-то знаю, кто ты, а я, а ты кто? Вот так вот, знаешь, начинается этот перепалки, меряние яйца. А потом, в конце концов, тащится, а ты знаешь, кто я вообще? За меня люди знают. Да, как ты думаешь, кто я? Кто за меня мазу тащит, знаешь? Знаю. А за тебя, блядь, я не знаю. Ну, блядь. Я вот, я бы потерялся сразу же. Да и любой бы потерялся. Я бы шмалять начался. Я бы просто пх-пх-пх-пх, будь что будет. Да-да-да, там ругается. Все, у меня аргументы кончились. Я достаю ствол, блядь. А мне кажется, перестрелёнки так и начинаются, знаешь, пару слов таких, блядь, всё, аргументы кончились. А мне бружескать нечего. Тогда стреляемся. Что это такое вообще? Это танцы с огнём, так называемые. Давай мы накроем покушать, и я расскажу тебе подробнее. Не отравлюсь? Без плесени? Нет, не отравлюсь. Ой, блядь. Это что-то типа шаурмы? Тебе вообще интересно, куда твоя жена попала? Мне очень интересно, я за неё очень переживаю. Она попала в город невест, в город Иванов. В город Иванов. И она попала в чистящую квартиру, где чистота, ни плесени, ничего нет. У меня есть своя клининговая компания. Тогда всё понятно вообще, почему тут... Да, и она должна будет меня заменять во всех моих делах. Но тебе придётся приказать. Блядь, интересно, клининговая компания вообще выгодная тема, не? Ну, не знаю, мы с Юльком тоже думали об этом. Это непонятно. Клининговая. Просто я не знаю, мне кажется, не так много людей просто заказывать домой клининг. Ну, нет, не обязательно домой. Это же всякие мероприятия, что-то ещё... Нет, лучше домой. Ну, домой-то, блин. Сколько домой стоит? В однушку стоит клиник, наверное, от двух с половиной до трёх половиной тысяч. Плюс, что наворуешь. Да-да-да. Это чаевые. Ребят, понимаете, да? Потому что здесь все неплохо. А если в водёжку... Там ещё можно прийти поесть что-нибудь в холодильник. Чисто там тут крабовую палочку. Кто знает, блядь, ложечку того. Там 15 рублей, там 15 рублей. Курочка по зёрнышку, и вот у тебя деньги. Замечко творчество. Подменить её на её работе. Тяжело. Если ты занималась танцами, тебе это поможет? Я танцевала стриптиз. О, это вообще бомба. Ну, я бы, наверное, не смог жить человеком, который занимается стриптизом. Я увидела даже у него блеск в мужских глазах. Не, ну, понятно. Ты потому что не его жена правильно приехала. Да, мы стриптизёршем. Может быть, она глядишь, что сейчас к вечеру ближе там, может, какой-то танец? Бабанёт тебе, да-да. Нет, там, скорее всего, будет, знаешь, какой-нибудь конфликт. И потом я решил извиниться, сделать ему сюрприз. А, ну да. И вот извинения в виде этого. Это как, давай поженимся, короче. Обязательное мероприятие. Они же там берут с собой всякие вот эти вот там, какую-то, ну, профессиональные, да, наряды. Катрибутику какую-нибудь, да. Да, осталось ровно? Да, деньги же, надо зарабатывать. Надо решить вопрос, где буду я сегодня спать. Хорошо, пошли. Как, вальтом ляжем или нет? Или ты на полу? Ты на кровати, по-любому на кровати. Ты на полу, да? Я лягу с ровно. Пёс там вообще кувыркается. Не знаю, сколько отец. Они его освободили, он такой, блядь, что-то слишком большая клетка. Да, он может сюда сбежать. Хороший пёс, мне нравятся такие. Это странно и наводит на странные мысли. Вообще-то нормально. Хоть Саша избежал на работу, Аню всё равно ждёт бессонная ночь в компании малыша Ромы, который никак не хочет ложиться спать. Пёс опять в клетке. Чё за жизнь, да ебаная, у пса? Он, да, только побегал, вот он буквально успел запрыгнуть на диван и ему, о-о-о, пёс, всё, ты попал. Опять стоит. Жень. Надо ребёнка в клетку посадить, и всё. Да, надо перепоменять места, пусть пёс порезится. Ну, я не воню. Я не воню. Ну, давай, Ром. Ну, хватит уже, Ром. Да не, ну, это ж не за вас, человек, который там, знаешь, сесть, сесть там, дай поговорить. Ну, Роман, поговорить тебе. Ты же знаешь, то, что спать сон, да? Ну, да, давай, Роман, слушай. Вот сегодня поспишь, завтра бегай сколько хочешь. Спать, это, понимаешь, по масти. Надо быть крутым мужиком. Нужно, блядь, просто бирать, ложиться, накидывать на себя одеяло и спать, понимаешь? Нормально мужики ровно делать так. Сынни-пи***р. Или ты пи***р? Да, не пи***р. Ну, если ты не пи***р. А время-то смотри. Давай, кто скажет слово, тот лох. Да не, не, да, все, кто быстрее заснет. Ну, да, тот выиграет. Тому завтра 100 рублей, например. Ну, какая-то мотивация нужна, не просто так. Ну, как его успокоить? Пинком в живот. Ну, и все. Не, не, надо договариваться с ребенком. Надо ему говорить, давай там все. В общем, разговорами можно болтать. Симончик. Вот это файер-шоу начнется. У него тоже небольшое. Фраерская масть. Кое-чего проясним. Рома, у тебя тут, да? Мяртон. Что по-фраерски? Как, сколько лет тебе сам? Два. Два года? Да, два года. А я сидел два года. Как раз. Упуа. Ну, вообще. А я спать до сих пор не хочу. Ну, был у нас один. Сейчас тебе историю расскажу. Был у нас один фраер на зоне, который не хотел спать. Вообще ни в какую. И все, мы его и прошканали туда и сюда. Он, я не буду спать. Ты кому? Ты кому, бля, заснул? Знаешь, что с девять? С прямой, бля, сел, обмяк и спал. Он потом вышел с фамилией Петухов. До сих пор заснул. Ну, все, я пойду посплю тогда. Ну, все, добро. Ну, а какие развлечения предложит нескучный Илья своей новой жене Виктории? Слушай, время уже позднее. Мне поспать ложиться? Я могу тебе предложить со мной на диване лечь спать. С тобой? А что? Ты адекватный? Нет вообще? Я с тобой на диване? Я тебе не предлагаю там ни трахаться, ничего же. Других вариантов нет, если ты спать пошел. Есть другие варианты. Ляжешь со Снежаной, например. Снежечка, ты ляжешь с папой, бай? Нет, он и храпит, как слон. Когда я лягу со Снежаной, ляжешь со мной, бай? Там вот знаешь что, люди все правду говорят в этой семье. Как будто бы вот о них вообще никто там лукавит. Не то, что врать, там даже лукавить приукрашать никто не будет. Их не учили не договаривать. Да, да, просто вот говоришь все предложение целиком. Мой папа, как слон, храпит, я с ним... А что, я же тебе трахаться не предлагаю, ложись со мной. Здесь как бы все очень просто. Честность, открытость. Мы ляжем здесь, а ты ляжешь там с Мироном на детскую кровать. Ну все, договорились, давай попробуем. Я думаю, мне будет хорошо с мамой спать, но... Потому что она такая красивая, хорошая и... Дочка тоже довольна, потому что мама поменялась. Обмен мамами можно немножко. Я думаю, мне понравится с мамой спать. Разнообразие. Да. Она кажется очень любимой, как настоящая мама. Все, давай. Какой адекватный ребенок вообще, удивительно даже. Что только не сделаешь про детях, папа. В Сочи ночь прошла спокойно. Аня даже не услышала, как Саша вернулся домой. Однако утром столкнулась с его рабочим инструментом в самый неподходящий момент. Вот это прикол. Когда я спустилась, я вообще была ошарашена, потому что я очень хотела в туалет. Меня прямо разрывало. И там стояла его бандура, я даже не могла ее сдвинуть с места. Саш! Саша, встану. А, это он вертушки крутил, да, всю ночь? Ну да, там какие-то колонки, что-то еще. Ну, чувак тоже на приколе, взял туалет, перегородил. Просто взял, заставил его. Да, такой поток. Отомщу тебе, обострешься. Завтра, блядь. Да ка, ты в окно, в окно там, как вот люди делают. С тобой стучкой поставил. Серьезно? Не, можно сходить посадить за гаражи. Буквально прям. Ну да, да, да. Я два часа поспал, Ань. Я все понимаю, но я хочу в туалет. Ну окей, подвинь сама, значит. В тот момент я была просто готова. Джентльмен, обратите внимание. Там еще перепадик такой небольшой, это неудобно. Что, пойдем в туалет наш? Что, наконец-то? Утренняя разминка в сочинском гараже. О чем базар был такой, я не могу понять. Она же все равно сама взяла. Ей было тяжело. Ну, кому легко это сейчас. Она подкопилась. Понимаешь, как бы тема такая. Хочешь какать, двигай колоночки. Да, да, слушай, так можно и колпана порвать. Типа ты и так напрягаешься. Не, ну да, это тяжело. Там реально как-то еще. Ёпта. Обосраться. Это прям опасная работа была. Да, да, колонки. Продолжается после туалетного кроссфита метание грязных тарелок в раковину. А между тем в Иваново Вика сражается за лишние минуты сна. Давай, вставай, опаздывай в школу. Да сейчас, сейчас. Ну вставай, уже нет времени. Опаздывай. Я первый раз вижу такого ребенка, который так хочет в школу. Времени не о том. Хочу учиться. Школу куда же? Я ненавижу утро. Я ненавижу с утра вставать. Я в детстве только мечтал, чтобы меня мама или папа проспали, я в школу не пошел. Да, и не разбудили меня. Да, да, да. Че бизда-то раньше был, у тебя ни телефон нет, нихуя, никаких, никто тебе не позвонит, только на домашний. А вот это офигенное оправдание, меня бабушка не разбудила, Да. А то я не пришел. Бабушке двойку и поставьте. Пусть она, блядь, парашу исправлять ходит. Просто огромная каторга. Но у меня ни разу не было такого, чтобы родители проспали, блядь. Никогда не было тоже. Вообще, они всегда. У меня батя, я не знаю, он без будильника может просыпаться, урон в 6.30, мне кажется, он всю жизнь в 6.30 просыпался. Да, у меня тоже батя всегда просто вот так, браз, без него все. Причем, мне кажется, даже, знаешь, без будильника, там вот такие часы биологические, там, знаешь, в 59 секунды такая, типа 6.30, бах, бать, сразу же. А так реально и есть, это, ну, так оно и работает. И я помню всегда, он, это, и батя мне еще всегда так ел утром, я, знаешь, кусок в горло не лез, там, ели этот чай с бутербродом, а батя там, курица, там, мы, ты знаешь, там, хули целый день, Антон, блядь. Ты че? Ты че, жизнь еще не знаешь? Да, да, да. Надо подстраховаться заранее, блядь. Кто знает, когда я в следующий раз поем, блядь. Ты что по утрам кушаешь? Меня в школе покомит, я только чай пью с утра. Хорошо, чай я тебе сейчас сделала, а Мирошеча кушает? А Мирон кашу. Так, я на работу уже опаздываю. Бабайка. Давай, пожалуйста, помой бабайку. Что такое бабайка? Ну, ты не видишь, что пластмассовая такая ерунда. Ерунда. Я называю бабайкой это... Ерунда. А, это их внутренний сленг вообще, да? И ты должен догадаться, что это значит вообще. Что ерунда, я вижу. Приходит опять наш муж, говорит про какие-то бабайки, загоняет мне какую-то просто чушню вообще. Очень странно, почему баб... Я пытаюсь все равно же как-то ассоциировать. Почему бабайка? Ну, не знаю, может типа баклажка и что-то из этого вытекающее. Даже вот контейнер вообще и бабайка разные слова. Да, да, максимально разные. Так еще можно по-другому назвать контейнер, коробочка, блядь, ну что, тупо. Все равно не бабайка. Едальница. Ну, блядь, вот да. Едушки. Все, чтобы, знаешь, быстро говорить, придумывать вещи. У него все называется по-разному. Вместо стола такое, блядь, я не знаю, четырех пырка там. Ну, да, да. Или какой-нибудь ноутбук там, это самый, картинкин, блядь, какой-нибудь. Там, пусть такой-нибудь, телевизор назвать там, не знаю. Клавиатурницу подай, пожалуйста. Толбовизор. Пойдем. Поедешь по адресу, тебя будут там ждать к 9 часам, не опаздывай. А что там? Я не знаю, там по поводу уборки, это Анин бизнес. И вот тебе деньги, в общем. Поставляя 4 тысячи, деньги зря не тратить. За деньги отчитаешься, все чайки принесешь. Аж Мирона накормишь, днем его спать положим. Блядь, такой задачный киндал. Слушай, да, да, кентуха, да. Просто деньги, деньги, значит, ты тут все отчитаешься. Фраер-шоу, блядь. Да, 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 внутри настоящий фраер. То есть, там деньги просто так у него, оно, не буду, да? Я пошла, там... А он общак держит, потому что, знаешь, ему же отчитываться перед пацанами нужно. Конечно, конечно, из общака-то тягать деньги тоже делать. Опасно, обоссуду, блядь. А как это успеть все? Я не знаю, но... Это не мои проблемы, это не мои проблемы, да? Что ты, блядь? Здесь Аня как-то успевает. Вообще не опасно, давайте всем удачи. Снежан, пока. Такое ощущение, что я просто в армии какой-то. Неадекватный просто человек. Пока Вика в армейском режиме выполняет задание Ильи, в Сочи Аня только ждет пробуждения нового мужа. Ну, у них, да, вообще разное понимание жизни, да? Да, ну, еще эти молодые такие, знаешь, 23-24. В Сочи там все лэйзи такое, знаешь, встали. На барабанах играли всю ночь. А сейчас мы выспимся, а там в Сочи... Бамбук курили там. Да-да-да, там все, блядь, каждая копейка. У тебя доброе утро. Да. У меня вот недоброе утро. Я чуть в угол не напитывала. Я всю ночь работал. Уберу я сейчас эти колонки. Чего ты, блин, гонишь на меня, а? Иди убирай. Без, блин, задолбала. Истеричек, блядь, понаберут. Все, убрал все. Поздравляю, ну, конец. Истеричек, говорит, понаберут. У него жена, наверное, на пляже на него орала, бля, как резаная. Прям, да, мы вдвоем не можем остаться. Да привыкнешь и к ней тоже, чувак, что ты? Да. Пожрать есть что-нибудь? Есть каша. Это что такое? Я буду... Это что? Ну, человеческий фактор. Ты, ну, ты что, серьезно? Да вот так будет. Что это такое? Такой человеческий фактор, блядь. Блядь. Ну, это да, я реально не приятно. Это, знаешь, просто в человека выстрелить, если там патрон торчит. Такой человеческий фактор. Да, это патрон. Я что-то не знаю. Вот это мне... А он не уже сейчас заставит всю кашу переделывать из-за этого? У вас психанет, возможно. Может. Бомбанет сейчас. Мы посмотрим. Какой ничего с тобой не станет? Ты что, погнала, что ли? Ну, самое забавное, как бы, если бы это был волос жены, он бы не так бы брезговал. Такой, типа, ну, это же свой человек, а это чужой совершенно. Какая-то непонятная швабра пришла, тут волосы раскидала. Ты прав. Ну, это объяснение, на самом деле, аргумент. Потому что, знаешь, там одно дело жены... А если еще ее подноготную, знаете, она как мужиков любит. Кто знает, сколько там грязи? Ну, наверное, за эти волосы кто знает, держался. Такое нам не надо, ребята. Верю ее в кашу, бросаю, что что? Ну, бывает. Знаешь, есть конский волос, а есть блядский волос. Вот он, да. Он не лечит, он калечится. Как думаете, какой оказался у него? Ты жрешь волосы свои или нет? Ну, извиняюсь. Так как, б***ь, тогда вот это вот б***ь я должен сказать. Ну, значит, не жри. Честно, мне просто хотелось взять эту кашу и одеть ему на его головешку. У нас сегодня до хрена работы. Для ребенка мы сейчас ссориться с тобой не будем. Я тебе сейчас пришел. Уже распсиховался, все пошвырял, а сейчас... Слушай, смотри, это окно из гаража. Да, второй этаж у них, я же говорю. Ни хрена себе, там бидон-то какой неплохой. Неплохой на аллею какую-то, да, на улицу. Тренировку. Пиши-пиши. Все, встретишься с полиной, там тебе все расскажут. Иди давай отсюда. Я себе... Тоже как... Я это не люблю, знаешь, конфликты на пустом месте. Можно более вежливо было сказать. Типа вот... Вот... Вежливость побеждает все, что угодно, мне кажется. Вот... Ой, я не буду с волосами есть. Убрал спокойно такой. Можно новенькую сделать. Аккуратненько, вежненько рассказал. А не как, б***ь, мудило себя вести. Не, да, вежливость тоже может перейти, знаешь, в разряд такой почти на агрессии. Слушай, ты вот это вот дерьмо-то сама скушаешь. Волосы свои, жри, сама тварь. Да, да. Кончено. Ну, не тварь, да, там просто волосики-то свои сама покушай сначала. А потом, знаешь, какую-то мне новую свари, и там мы уже и решим, что будет дальше. А при ребеночке моем золотом не будем, мы ссориться. Или хочешь поссориться? Ну, знаешь, что идет разгонять. Да, да, да. У Вики, между тем, своя тренировка. Бег с утяжелением навстречу к партнеру Анны по клининг-службе. Не увидела, кстати, ни одной. Она хочет продать ребенка, блин. А ты такая, а что он вертится? Если он хочет встать, пусть встань. Ну, а чем он его держит-то? Он же не нравится. Как кот у меня тоже. Знаешь, его держишь? Буквально там секунд десять, он сразу начинает это. Я говорю, да, б***ь, иди. У меня собака то же самое. Она прибегает, такая, типа, возьми меня. Я такой берешь ее, знаешь, все такое, обнял. Она потом... Да, да. А что ты просилась, дура-то? Так я, ну, я обнял еще по хуй. Я ее обратно ставлю на пол. Ну, хочешь, мне не жалко. Она на дорогу и начала просто стопорить какие-нибудь машины. Господи, что за город такой? Какой обшарпанный дом, боже мой. Я думала на руководитель. И все будет довольно-таки легко. Так как, в принципе, руководить я умею. А это клиник, да? У меня сегодня вместо Ани у нас соврал. У нас персонала не хватает. Очень много народу, очень много заказов. Нужно все убрать собой. А что это за офис такой, б***ь? А, не раз. Что-то не понял. Home, home edition. Так да, да. Не профессионал, да. Да, у нас сегодня много заказов. Там это самое, это что за офис? Это не как колл-центр, да? Бабы-клавы какой-то. Там такие телефоны старые еще такие. Да, да, да. Многое бабка такая чистая. Да, кстати, это очень хороший телефон. Они же работают, это сидят свои, собственно, внутри. Даже если будет война, там все, можешь сразу все равно поднять, спросить, что там надо вынести. А они, знаешь, как бухгалтерию подсчитывают? На счетах так еще, короче. Если хочу, домой такие старые. Ну, кстати, счетами в школе нас учили пользоваться. А мне не... Я, если так вот поднатужить, смогу вспомнить, где там десятки начинаются. У меня дед бухгалтер, вот он считал на них все время, я помню. На счетах? Да. Вот там одной этой костяшкой ошибешься и на десятку уедешь. Это опасная тема, братан, это не эвакулатор. У нее руководитель у вас, нет? Да здесь притрагиваться ко всему, просто отвратительно здесь находиться. Бывали такие истории, бывает, что нужно убраться. Все нужно убрать чисто, вынуть полы, обязательно. Там вот тебе свитро. Подожди, это она заказала клининг? Ну, нет, якобы, вы заказали клининг, но не она, она сотрудница тоже. Людей не хватает, и вы сказали, надо, чтобы она сама убралась. Но эта квартира не выглядит так, что она сюда заказывает клининг. Ну да, да, все там чистить. Да, да, да. Ну, с другой стороны, кто его знает, может, перед продажной какая-то подготовка. Когда я поняла, что она сама убирает квартиры, это старая-старая квартира, да ее сжечь просто можно. Кухня жутко грязная, огромная гора, посуды, просто мизище полная. Не, ну тут можно клининг заказать, да. Видимо, амбиция. Я не знаю, по-моему, два раза тряпкой махнутика и чисто. Нет? Че там клининг-то какой? Ну, с облеванной раковиной, но я сам убирать не буду. Блин, ну, избытки профессии. Будителя Вике придется отложить. Разве что управлять полчищами тараканов с помощью швабры и тряпки. Думаю, никто не заметит, если это сделать так. Капец. Вот здесь нервничает. Ну, это неуважение. Думаю, никто не заметит, когда, знаешь, камеру снимают. Да-да-да. Тарасч-тойки свиньи. По федеральному каналу потом покажут, половой шваброй убирала стул. Это я обалдела, что ли. Тараканов, это же ужас просто. А где тараканов? Господи, как это воняет. Чуть-чуть люди свиньи. Здесь штука на тараканов. Просто интересно там все посмотреть на тех людей, кто здесь живет. Оп. Туда, да? Ну вот, как ничего и не будет. Хуя. Шикарный клининг. Ну, че, босренный туалет ребята показали? Вот это откровенно шоу. Кошмарики, да-да. Б**ец просто. Мне кажется, что это издевательство какое-то. Ну, не должна... Че, окутали-то, да-ня. Максимально загадить квартиру. Вот такой, это я могу. Легко. Срать, не смывать. Просто ходить, где-то, крошки, кашу переваривать, чтобы она убежала, б**ть. Сделать все, что делается наоборот, б**ть. Да-да-да, все наоборот. Не надо столом есть, а прямо вот так вот присидеть в самый сухой пирожок. А он потом еще матрас трахнет и ему скажет, ну, не надо так прям перебарщивать было. Ну, такой, в смысле? Я свое дело знаю. Там, видимо, кого-то просто разорвало д***** сразу. Вот везде и по стенам. И по ванне. Я очень надеюсь, что это не д*****. Ей должны просто миллионы, как-то, платить за такую работу. Д***** в раковине д*****. Ей в туалет д*****. Ей в д*****, б*****. Кажется, ад выглядит примерно вот где-то так, примерно. Мика, знаешь, чувак просто прыгал в выгребную яму, где-то г***** такое, знаешь, и вот так по квартире вот так ходили. Да, мне кажется, собаку просто взяли какую-нибудь этого... Ну, с длинной шерстью д***** поваляли, и она... Или закрыли дверь, и она тряхнулась там вот так вот. И потом открыли, такие, о-о-о, да это что надо, б*****. Это сущий бардак. Такой я бы сам не стал убирать. Женя, я хочу ехать отсюда, хочу к семье домой. Ну, это не уборка, конечно. Хочется верить, что после такой уборки клининговый бизнес Ани не прогорит. И маме двоих детей не придется возвращаться в стриптиз-клуб. Хотя танцевальное прошлое... Там, обносить-то нечего. Реально, все большое осталось, там, холодильник до плита. Все равно придется, ведь Аня уже приехала на репетицию артистов фаер-шоу. Всем привет, девчонки. А кто здесь Полина? Привет. Я Полина. Это фаер-шоу, да? Очень приятно. Тренировки еще, бля, есть какие-то? Да, раздевайся, развивайся. Знакомься у вас с девочками. Специально. Олеся, знаешь, чем ты занималась? Танцем? Кипким, гордким. Я была пластикой на пилоне. Вау, круто. Работала? Да. Прям на пилоне? Да, ну, дело. Здорово. Ты уже знакома с нашей деятельностью? Нет, я не знаю, что такое фаер-шоу. Ну, вот видишь, и сейчас даже немножко научишься, и, возможно, даже поучаствуешь. Сейчас попробую. Ну, да, вот, в принципе, все движения, которые... Да, да. Вверх. Главное, ну, себя не зацепить. Просто рука сгибается, другая разгибается. А там какие-то ноги задираете? Нет, растяжка прям сильно не понадобится. Здесь больше нужно танцевать. Ну, кстати, ребят, учись тоже, пока это бесплатный, как сказать, урок, да? Ну, потому что, кто знает, как жизнь повернется, да, к вам... Что, в фаер-шоу всегда люди нужны. Там они, эти кучка высокая. Можно, давайте, сгореть на работе. И раз, и два, и три, и четыре. Ну, и улыбаемся, естественно. В 8.32. А в Иваново Вика, все еще находясь под впечатлением от уборки в страшной квартире, решила немного приукрасить свое временное жилище. В новом моем доме штор нет. Там прям аквариум самый настоящий. А что вы можете предложить? Пойдемте. Бл-ка шторы. Какие хотите. А вот это тоже странная тема, знаешь. Я вот не понимаю, к консультантам кто обращается вообще, люди? Не знаю. Я вот, я просто знаю всю эту тему изнутри. И я могу сказать так. В основном... В основном. Все консультанты, если вы спрашиваете, что бы вы мне посоветовали, он сразу в голове думает. Позиции самые мертвые, которые нужно срочно продать. Да. И впихнуть. И, естественно, он будет вам предлагать это. И вы подойдите, он скажет, очень интересно. На мой вкус там, блядь, это... Кинз самые нелепые, блядь, шторы, которые таком могут быть, блядь. Знаешь, там типа вот оранжевые с такими-нибудь там апельсинами. Все-таки думаешь, нет ни одного честного консультанта, который прям продает от души? Были, были такие, вот в Ай-Порте, и я тоже был очень честный. Я был самый честный консультант вообще России, скорее всего. Обратите внимание, самый честный консультант России. Выбирайте. У него еще статуэтка дома есть такая, с книгой «Правда». У меня грамот много, это я могу вам сказать честно. Весь дом как у нотариуса увешан. Да-да, ну я бы боялся, кстати, но не хочу хвастаться просто. Я просто говорю, самый лучший консультант России. Нет, у меня тоже, кстати, много благодарности администрации, грамоты, что-то такое за, типа, один из лучших сотрудников Московской области. Ничего себе, вот это хорошо. У меня тоже много повышений квалификации. У меня даже есть много грамот по обучению техники. Все знаю про принтеры Эпсон. Пьезоэлектрическая печать, ребята, все помню вообще. Хоть сейчас обратно меня поставить в костюля, но по любому вопросу, какие хотите, все расскажу. Очень дорого. Давайте вот примерно где-то за 1300. За 1300, тогда я вам предложу вот этот вариант. Да. Я думаю, их и возьму. Пацан там орет кое. Да, давай, тихо. Пожалуйста. Почему он постоянно плачет? Что не так-то? Изрядно потратив семейный бюджет, Вика забрала с ней Жанну с подругой. Просто ребенка перепутали, это даже не то. Да, он плачет, потому что он не ваш. Да, да, да. Именно страшно. Почему вы его с собой носите? И, наконец-то, отправляется домой вешать долгожданные шторы. Короче, берете крючок, засовываете его. Какая-то новая девочка появилась. Раз, ну, мама шторы не вешала. А, да, точно. А, так это дочка старшая, да. А у них тут была. Где же ты забыл, там их двое, две. Две, там одна была. А маленькая, откуда звать? Вот кто-то, кто плакал постоянно ходил, так где? Пацан. Не Мирона, как-то по-другому. А девочка была одна. И вот сейчас появилась вторая девочка побольше, повыше. Так, ну давай с вами вообще. Может подружка просто забыли? Да не, она, она. Нет. Мне еще сказали, что она очень вежливая. Ты залезь. Оп. Это не она. Раз. Это другая. Оп. Красава. Ну, думай. Вот, вот она, которая вежливая. Бля, точно, а это кто? Она детей ворует, там ходит и путает. Да, киднеппинг какой-то, бля. Шикарно. Мне очень понравилось, было так весело, когда... Стоп, стоп, стоп. Команда R? Да, да, команда R, это моя команда. Да, кстати, тебе такой мерч надо, вот, кстати, за тебя придумали. Да, команда R. Кстати, неплохо звучит. Спасибо за идею. Очень понравилось, было так весело. Не, мы сейчас сделаем мерч, мне все-таки наконец-то уже. Уже скоро будет? Да, я решил в молодости безразличной сделать мерч такой. Поэтому скоро. Я философ, блядь. Философ, блядь. Спасибо за подъемку, мне приятно. Да, не подъемка, а на самом деле, блядь. Когда мы повесили шторы, ну, мама, она очень классная. Вика так вдохновилась восторгами девочек, что решила поделиться с ними своим главным зажигательным таланом. Бля, кот, балдежный, милософ. Красивый кот, да. У меня есть. Да, только аккуратненько, они грязные просто. И это что такое? Вагинальные шарики какие-то. Блядь, детям похвастается, ты что? Видали, что вошло в меня, видали? Какая большая, такая коса. Сейчас покажу. Такая раз, рогатку делает. Не-не-не, такое нельзя показывать. Ты чего? Все, фитиль вот такого длинга, вообще он весь горит. Я с этим выступаю, танцую так же, как и весь мой коллектив. С ним можно крутиться. Чернушка. Па-па-па-пам, па-пам. Недолго видишь, что это такое было. Она просто... Хорошо не разбилась. Ну все, убираться теперь опять. Да, она не будет убираться. По своей же глупости просто взяла и... Смогла играть в аккуратную хозяйку. Вот так вот. Длинное нутро берется. Она как кошка посрала такая, знаешь, и... Да-да-да. И чтобы все из лотка, из дерьма вместе выспалось. Да, блин, ну... Потом придут так с лопаткой просто. Ну что это такое, ну... Как можно вообще вот эти вот акробатические номера домом показывать? Это же пиздец. В гараже другое дело. А вот гараж, да, там все из этой вагонки. Не жалко, ничего не разобьется. Своё. Потом уберем. Хотите попробовать? Да. Это... Вот так. Дай бог сейчас акварелем. Пока Вика готовит новое поколение артистов фаер-шоу, Аня в Сочи предстоит задать жару по-настоящему. Бля, я бы рядом с щепоткой его... Печатал. Печатал. Попробуй сейчас тихонько перед собой свести. Назад. Да. Молодец. Сейчас челкать страдает. Еще раз. Да это все безопасно, блядь. Это же, ну, сделано для людей. Это огонь настоящий. Да-да, так. Буфаторский. 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 Это какое-то... Я как этот мужик начал разговаривать. Да, что он там на буфаторию, блядь. Пять, шесть, семь и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Так, непрофессионально. Если бы я мимо проходил ночью, я подумал, что сектанты какие-то... Да-да, я бы вызвал милицию, я бы сказал, что-то происходит. Прожигают, блядь, дома, я бы-то люди. А если бы это была моя чпырка, я бы нашел... Охуели что-то такое. Не дай бог где-нибудь пятнышку. Найду тебя потом. Четыре, пять, шесть, семь и... Закрылись. Ань, быстрее нужно закрываться. Что ты делаешь вообще? Страшно. Я боюсь огня. Ну, естественно, я поздно. Раз, два, три, четыре, стоп. Ань, руки граблены. Мне нравятся претензии. Человек первый раз в жизни, если ты что-то делаешь. Да-да. Что ты делаешь вообще? Руки граблены. Что такое, блядь? Да можешь как-то, ну, акробатически там... Ну, короче говоря, претензии опять необоснованные. Чувак из себя, ну, какую-то агрессию опять выдавливает. Корчит из себя огнемена какого-то. Да-да. Ну, блядь. Да вообще, как-то, мне кажется, это не особо-то прибыльное дело. Ну, вообще, ну, нашел нишу, конечно, палками горящими вертеть. Что это такое? Это вообще, есть такая... Не серьезная работа, считаешь? Нет, я считаю, что нет. Да, возможно. Блин, тяжело. Это была связка специально придуманная для Ани, более простая. Так скажем, я ожидал... Ну, я считаю, что это их ошибка еще, именно вдвоем вести одно и то же дело. Да-да. А бах! Если вдруг какой-то кризис... Пропадет, да-да, все. Ну, огонь закончился в России. Ну, это вряд ли, кстати, такого не будет, если только в Европе. Вот сейчас вот, если бы они были где-нибудь в Англии, да, британские колонии, да, какой-нибудь, они бы там фаер-шоу бы не устроили сейчас, потому что газ перекрыт, газ по 1300 долларов за... Ну, а вы думали... Ну, сейчас он спал, конечно, до 800, но все равно они дешево, блядь. Не, ну я к чему, что вот раз, все, они оба работу потеряли. Оба работу потеряли. И капец, да. Должна быть хотя бы какой-то бизнес с водой связанная еще. Ну, да-да, чтобы тушить это все. Да-да-да. Надо вообще подставу делать, чтобы, знаешь, там где-нибудь получать занавески поджечь, и тут тут же где бы нам взять это подушить? Да-да-да, он такой, у меня жена занимается доставкой важной. Жене, блядь, с повеселого водовоза что-то. Потому что она занималась стриптизом. Давай как-то это, чуть-чуть попластичнее. Три, четыре, пять, шесть. Я думаю, что ей нужно раздеться просто, и вот в стриптиз-образе вертеть как хочешь, и тебя огнями, там уже на это внимание никто обращать не будет. Что с лицом, блядь, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, Стоп, все, это, это, блядь, это все, это крах, ребят. Я не идеально, ну ты покажи, ну учи. Блин, ну не надо прям меня вот так удрючить. Слушай, ну ты не можешь хоть чуть-чуть, блядь, поучаствовать, а? Саш, я устала, я устала, я хочу спать. Да, может не так всем и, ну, интересно ты пришел бы. Да-да-да. Пришел бы там, ой, какая женщина, как плохо она вертит костер, блядь, на руках. Это так, я такое смотреть не буду. Я даже не общаться не буду, я не знаю, как эти люди живут вообще. Я думаю, что он слишком много времени уделяет, как бы, вот этим вот акробатическим штукам. Нужно просто провести номер, да, и заработать денег, все. Да-да. То есть, может, если вы скажут потом вам, что у вас непрофессиональная команда, да, будете думать, а первый раз надо на шару про все сделать. Сегодня хватит. Все, Олег Скапут, иди спи, делай, что хочешь. Да, следует. Что-что, а конфликт в этот вечер Ани разжечь удалось. Испортил себе настроение, человек настроение, и всем неловко еще от их ссоры, даже мне. Круто, что они напротив гаража это все сделали. Ну, вот рядом с домом все. А что ли, кстати, такие гаражи, по-моему, здесь? Конечно. Вика хоть и не стала экспериментировать в квартире с огнем, но запах керосина от рабочего реквизита успел пропитать даже новые шторы. Вы что тут делаете-то? Ты что устроил-то меня тут? Мы здесь. Я ремонт только сделал, мне вообще все за... Человек сразу возмущается, такой, что делал-то, а? Они оба... Вы что? Просто оба возмущатели какие-то, сходу даже не разбираясь. Не, ну теперь я эту семью, на самом деле, понимаю. У них вроде бы, ну, все нормально. Ну, да. Живут, как обычные люди. Ну, почти. Что вы тут крутите, блядь, какими-то нунчаками? Все разбили-побили, блядь. Воняет керосином. Да, керосин дома. Как вообще жить-то? Мы просто танцуем. Это потом уберем... Что танцуем? Бензином вонит? Ничего, с этим страшно нет. Да, ну, он такой прав, да, каким-то. Приходишь домой, там бензин воняет. Вонишь бензином. У нас, короче, была одна тема. У нас в своей порте был чел, один администратор. Короче, у него была старая бэха. Ну, такая, не сильно новая. И у него бензонасос сгорел, блядь. Прямо, ну, вот, когда он приехал на работу. Еле доехал, а потом уже не завестись. И он мне такой... А я тогда был просто продавцом. И он мне такой, Антоха, сейчас я пойду ненадолго. И возьми на себя обязанности там, в общем, посмотри за залом. А я уже был такой достаточно опытный. Я говорю, да без проблем. Хорошо. А я говорю, а ты куда? Он говорит, сейчас мне надо башку свою, короче, глянуть, а то я домой не уеду. Потому что, ну, типа, в рабочее время надо сделать, чтобы домой быстренько ускакать. И он, короче, пошел ебать на рынок авто. Короче, за сколько-то километров. Пошел туда, купил какой-то насос. Ну, типа, неподходящий, короче, к этой машине. Он был как бы для BMW, но не оригинал. И там были вот эти вот коннекторы разные. То есть там нельзя было просто вытащить старый и вставить новый, потому что там не совпадало количество этих проводов, блядь. Там так просто бензонасос было поменять, что ли? Там же он как-то... Так вот, я тебе рассказываю. И, короче, он снимается так, этот бензонасос. Тут нужно было снять задний диван. Там под ним лючок. Да, да, да. И он этот лючок открывает. И этот бензонасос там плавает. Он его откручивает и меняет. И, короче, он пошел. И чтобы особо внимания много не привлекать, это было лето. Жара, ебаная. Он в закрытой машине. Внутри все разбирал. И я выхожу покурить. И я подхожу к машине. Он такой открывает. Антон, стой. Сигареты не подходи сюда. Сюда не подходи. Я затушил, подхожу. Ебать! У него там такие пары были. У него, представляете, да, он в закрытой машине. Он как глюны не словил. Он словил, блядь. У него снят вот этот вот лючок. И там просто вот хуярит бензин у него внутри. И он потом этот бензонасос снял, понял, что эти фишки не подходят. И понес этот бензонасос в подсобку в айпорт. Он, прикинь, шел вот по торговому центру с бензонасосом, который капает бензин. Блядь. Все дела. Он зашел. Сейчас я, ребят, быстренько на складике почью его. И там такая вонища была бензином на весь магазин. Ну, в итоге он, короче, каким-то образом... А что у вас айфоном все воняют бензином-то? Так реально, да. Я потом, когда куртку одевал, уже домой ходил. Точно бензин? Это вообще жесть была какая-то. Но он подчинил, конечно. Но я не знаю, там минус лет 10 жизни сразу потерялся. Ты там просто мозг разу плавили. Да, да. Очень сильно нюхался. Хотел отравить моих детей. Че ты тут повесил-то? В занавески мы повесили. Вот, может, порадуемся. На его денежки, да? Ты че эти деньги потратил на эти шторы, еб**ки? Зачем мне эти нужны? Со мной так не надо разговаривать. Короче, ты еб**ки, с твоей шторы. Ты че, еб**ки, что ли? Ты че делаешь? Чек сохранил, иди возвращай. Я не буду ничего возвращать. Давай, 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 пока. Козлина. Он разговаривает, как самое настоящее быдло вообще. Кричать матом. Да, но он дал деньги тебе под, как сказать, под расписку, да? Чтобы ты все... Да, он же тоже должен был отчитаться. Отчитаться? Купил какие-то шторы. Зачем? Неужели других реально... Зачем вообще вносить в чужой дом какие-то коррективы, блин? Ты там приехал на неделю, блин? Так да, да. И при этом не особо важный корректив. А на неделю они приезжали, да? Да, да, да. Я вообще не позволить, это первый день. Ты мне не угас, дуром, б***ь. Слушать даже в этом не буду. Она меня никто и зовут ее никак. И чтоб мои глаза тебя не видели. Да не, но он не прав и то, что он при детях так ругается. То, что он ругается, да. Но в том плане, что мы тут порядке с женой не наводим, да? И деньги из бюджета мы не тратим на всякую хуйню. Мы вместе как бы это все обсуждаем. Почему ты не обсудила, по крайней мере, со мной? Ну да, могла бы позвонить. Да, деньги-то общие, как говорится. Вдруг на эту полторы тысячи будем жить еще дольше, неделю. Ну да, да, что-то купить недельное детям, может быть. Почему именно шторы-то? Когда пьет, может, он сейчас тоже не особо трезвый? Я в*** с такого, это маразм. Клиника, в принципе, сама по себе у человека с головой. Зато весело. Первый раз в моей жизни. Первый раз в моей жизни было весело? Да, я очень люблю. Нормально так, ребенок, да? Зато было весело. Первый раз мы... Первый раз повеселились, разбили что-то, шторы вешали. Ну, конечно, керосином воняет, ее хоть как-то торкнуло. Ну да, да, повеселилось. Было весело. И потом, знаешь, ей так лет 80 носили, ты вдруг рассказала, мне как-то было весело один раз, керосина нанюхалась. Пришла какая-то баба. Махала. С вертушками. Негорящими. Как вспомнил, сразу в детство хочется, да, не было такого истории, что там крапива палка билась. Не-не-не-не, мы нюхали керосин. Вот это было, вот это было, наверное. Вот такая, да. У меня бабушка говорила, типа, а почему, говорит, сейчас коноплю нельзя выращивать? А почему? Я только говорю, типа... А раньше можно было? Да. А раньше, кстати, вроде можно было. Бабушка говорит, у нас, говорит, ее полно росло. Мы там из, типа, корешки, говорит, ее кушали. Были вкусные? Я говорю, что? А голодный год был? Она такая, да нет, просто как бы нравилось. Я говорю, ну и сейчас, говорю, корешки эти могут повлиять по-другому. Бабуля. На лет 10 можно уехать, бабуля, за эти корешки. Конечно. Я тебе больше скажу. Мне, получается, прадед, он был в плену, попал в плен. Так. И потом вернулся в деревню. Но ему было так стыдно. И он еще где-то год жил в лесу. И жена ему таскала туда еду. Что он попал в плен, короче, было. И потом после войны так вот. Говорит, типа, мол, к папе ходили туда, короче, в лес. Я ему еду таскала, бабушка таскала. Ничего себе. Спустя год только, короче, уже ему вернулся обратно домой. Я такой, бля, вот... Страшная история. А вот у людей, да, знаешь, какие-то принципы были. Да. Охренеть можно. Мам, а мама никогда со мной не играла. Детей безумно жалко. Дети одинокие, просто кричащие о помощи. Это огорчает очень сильно, потому что дети никогда ни в чем не виноваты. И дети никогда не должны отдуваться за ошибки взрослых. Наступил третий день проекта. В Сочи Ани об этом решил сообщить четвероногие любимец семьи. А ну вышел. Такой, посади меня в клетку, я под диваном просто так бегаю, что... Я устал бегать по этой просторной квартире, мне бы сейчас в клеточке посидеть бы. Отдохнуть бы. Ох, клетка, бля. Там игрушек куча. У меня, короче... Вспомнил, когда мама меня ругала, у меня попуга в клетке был, и когда мама меня ругала, он кричал, помогите, помогите, помогите. Да ладно, попуга? А у тебя горячий был? Да, да, да. Нормально было так. И мама, что-то у меня там что-то орет на меня, а он такой, помогите, помогите, помогите. Слушай, а этот попугай как кончил, как? Плохо? Ну, давай ему башку разбили. Другие попугаи в тусовку залетели, в бар попугайный зашел. Не, попугай был классный, короче. Рома звали его. Большой? Не, нет, обычный, как его это называется, волнистый. Да нихуя. Да, да он, короче, у нас в гости полон дом было. И как после какого-то мероприятия, там еще в деревне... Открыли полетать? Нет, и как вам, получается, у нас спокойно передвигался по хате, и, короче, девушка закрывала дверь резко просто, и в этот момент попугай прилетал. Блин, и все, и... А ты знаешь, а я уже дома был, короче, я слышал, что дверь хлопнула. Я, если кусь, уже за компом, что-то играю, мне лет там 14 на 13 подходит батя Юлика такой. Радик, у меня для тебя одна новость есть плохая. Я такой, что случилось-то, как начал пугаться, он такой, ну ты как бы не переживай. И он, он не говорит, что случилось, но наводит такую, знаешь, жуть мне. Что там вообще происшествия. А у меня же всё в голове, там, знаешь, как бы родители разбились, там, я не знаю, что-то ещё случилось, там, кто-то умер, короче, ну, умер, это я угадал. И он такой, а, с нами Рома больше нет. Я такой, типа, в смысле нет Рома какого? Да, да, в смысле Рома нет. В смысле? И он потом мне брат такой разворачивает такую тряпочку, там просто... Месиво. Месиво, я такой... Зачем это показали тебе? Да, и они мне ещё не признали, что это тётя, короче, его дверью раздавила, они, говорит, сказали, что подул сквозняк и, короче, расхраняешь. А я сразу помню по её лицу, что они мне врут. Вот. И спустя там лет, не знаю, может быть, 10, мы сидели вот как раз вот с батином Юликой, я говорю, вот Аня-то сучка, попугай ему его убила. А он не стал приказать. Нет, и он такой, типа, да, конечно, я сам в шоке был, и я говорю, ах ты гад, говорю, обманул меня, ты же сказал, что сквозняк. И он такой, блин, ну, он говорит, ну, так-то они и вправду сучка. Ну, да, да. Бля, ну, грустно, жалко попугая, разговариваю тебе. Бля, очень крутой попугай был, он вотку пил, пил, пил. Он только одно слово узнал, помогите. Нет, ради края, звонок, дайте жрать, типа, чаю. Звонок, говорил? Вот у нас звонок был такой, как пить, и он, короче, угорал, он так сидел, мог петь, короче. И мы в двери бегали, думали, блядь, Рома, подъёбщик, король. Нормально. Ну, слушай, он прожил хорошую жизнь. Страшно, красиво. Страшно, красиво. Вот это утро-то недоброе. Ебать, пёс злой какой. Слушай, потянул, зову. А он ещё вот так вот отгибается, чтобы его не достать было, а потом кусает. Она меня облизывала, это было просто полной пи***. Меня не буди, я с выступлением. Вон она как. Вы говорили, пожалуйста, собаку, забери Рому. Они гуляют с бабушками на детских площадках. Не много ли? Улица, туда, дом один, да вообще. Чё за с*** тебе? Держи. Это вот кашка? Покушай. Надо сейчас на блюду поставить, разогреет. Чувак такой, ну, в принципе, норм. Слушай, чё с рецепт такой, да? Вкусненько. А то моя такого не имеет готовить. Бля, хлеб какой-то. Знаешь, что у меня ещё кричит. В чай размоченный, блядь. Боб, боблева. Сид, он мне ещё тут записочку оставил. Ну, б***ь, надержись. Ты его на голову, блядь. Да ну. Получай свою грязь, б***ь. Я тебе не твоя жена, которую буду это всё терпеть, б***ь. Достала меня. Зачем я, б***ь, дожна это всё убирать? Ешь сам. Достал уже. Я не буду в такой грязи жить. Блин, б***ь, б***ь. Б***ь, б***ь. Больна. Если бы мы продолжили... Вот это уже, мне кажется, все границы перешло. Бля, ну чувака проучили её в твою мать. Её лицо, казалось бы, в том форшмаке, который выспался мне на кровати. Не стоит оставленное... Это, знаешь, школьник, который получил пизды, когда-то такой, говорит, ну просто мне стало его жалко, поэтому я не давал ему сдачи. Но если бы я разозлился, просто мне солнце в глаза посветило, как бы, вот, да. И ещё их плюс пятеро было, там, знаешь, один смешно шутил, я отвлёкся на этот момент, и поэтому не настучали. И я там, да, ему не стал скорешник ломать, б***ь. Б***ь, бог ему судья. Знаешь, такие ещё темы прогоняют взрослые, там, бог ему судья, всё вернётся, да, космос, б***ь, там, за все хуйня. Да-да-да, он всё видит, между прочим. То, что мне набили ебало, это сегодня, а завтра что будет? Он уже всё, пошёл по наклону, бомжом станет, наверное. Да-да, он всё, он побежал под откос, б***ь, это не остановится, пиздец. Там у него всё, руки распускает человек. Ты ещё, б***ь, спать спокойно ложишься, ты не об***ь. Всё, вали. Тыди, б***ь. А Вика после вчерашней истерики Ильи решила не лезть на рожон и даже приготовила мужу завтрак. Честно, такой, ещё наклана, б***ь. Чтобы сегодня, вчерашнее, своё шоу тут всё собрала, убрала. Ну, реально, значит, быдловато, говоря. Да-да-да. Что он вот, да-да-да. И вот его, как бы, б***ь, как можно его терпеть-то вообще? Я говорю, он какой-то техасец прям, реально, там, знаешь, у него вечен табак. Да-да-да-да, он как будто... А, шо-шоу. Он такой сапогов со шпорами не хватает, чтобы он максимально жёсткий. Всё, я ушёл. Пока-пока. Мужчина, не то слово. Угу. Виновата во всех смертах, грехах. Хотя я ему вот... Это что, обежка твоя такая сидит, всё. Только пощпать бы после барабанов. Бля, я пошёл, нахуй, это самое, всё, чтобы тут было всё, каждую копейку отчитаться. И приобежать с мужиками. И она даже сама такое откровение у неё, знаешь, что... Это мужчина. Раз, и даже завтрак подготовил. Элементарное спасибо. Хотя бы сквозь зубы. Ну, можно было. Но раскисать некогда, не опоздать бы в школу. Мужики не говорят спасибо. Так, давай, Роза. На сменку. Всё, давай, беги. Пока. Пока-пока. Хорошая учёба тебе. Спасибо. А в Сочи Аня отправилась забирать Рому от бабушки. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где Дом труда один? Не знаете? Где же это дома? Слушай, зато удобно, да? Сразу можно колёса перебуть. Да, выходишь, сразу сервис. У тебя там человек что-то... Отбалансировать что-то ещё. Просто, знаешь, там тачка сломалась. К дому приехал. Слушай, пацаны, тут что-то шумит, шипростит, блин, надо... Реально, у тебя просто стучаться, ты с кровати стоишь, сразу попадаешь в автомастерскую. Да, да. Ну, это, кстати, мечта. Знаешь, как раньше было в Штатах, ты на втором этаже живёшь, на первом магазине у тебя. Тоже нихуя себе. Просто взял, закрыл магазин, вот у тебя и дом получился, гостиная. Чё хочешь, бери. Блин, никого нет. Где тут Дом труда? Может, если не Дом труда искать, а улицу, то нужный адрес быстрее найдётся. А извините, пожалуйста, вы не подскажете, где Улица труда, Дом один? Чувак, шиповник не смеялся, знаешь, ты сам смеётся, чё произошло, блядь? Там, знаешь, целое событие, всё весело, люди такие, знаешь, ну, интересно. Радуются от любви, знаешь, чушьи, так сказать. Да, вот жизненная ситуация, всё, там, не беда. То есть чуть не упал, блядь, шиповник какой-то. На пятачке, я прямо на пятачке. А что, где этот пятачок? Спасибо. Во, пацаны на пятачке. Это ты мне сказал? А чё, дерзкая такая? Залужен. А ты нарисовалась? Бля, два чувака, которые друг другу не друзья, блядь. Это, мне кажется, какие-то вот, ну, такие. Они ещё такие максимально разные по колоритию. Бля, пиздец, вот смотри, вот у тебя на дороге вот такая хуйня происходит. И ты идёшь вот туда вот на пятачок. А этот там... Что за пятачок такой страшный, знаешь, пока до него дойдёшь? Ну, вот. Дом труда. Какая разница? Еженедельно ко мне пристают. Ну, вот, х** ты, конёвы опять ко мне пристали. Руки, блядь. Не-не-не-не-не, блин, когда начал меня? Я вот тоже таких чуваков не понимаю, знаешь, это... Откуда у них столько самоуверенности, что с ним, как бы, любая поедет куда-нибудь? Так, а у них просто фишка такая, к ста девушкам пристать, а одна что-нибудь такое... Одна можешь сказать, типа, нет, такая, не сможет сказать. Да не, ну, невнятное, что им скажешь, типа, ну, ладно, пойдём. И тут они такие, о-о-о, Юля. Сами не ожидали, чё делать, чё нам с этим делать? Реально, так трухануло. Дальше что? Турочка, подожди. Э, сюда. Турочка, подожди. Сочинский колорит. Пошла. Подождём. Пошли, пошли вместе, пошли. Уэ, слышь, я тебя найду, блядь. Ты драпанул. Нормальный такой комплимент. Я тебе найду, блядь. Да-да, поздаваю. И сходим с тобой в ресторан, сука тупая. Так отношения, Даня, начинаются на сигаретах, я тебе найду, блядь. Он такой, ну, блин, романтик капец. Ну, кстати, может быть, в этом что-то и есть. Ну, конечно, многие же хотят такого жёсткого. Да-да-да, чтобы вот был, ну, как бы так сказать, знаешь, чтобы за тебя решали. Блин, бил бы так, чтобы синяки не оставались вообще класс. Я думаю, вот эти два умеют так делать. Колотят так, что, блядь, живого места не будет, а внешне всё. Да уж, без труда до улицы труда не добраться. Ромочка, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Аня зовут. Это пацан вечно плачет. Да, у него вообще никакого, как он, глаза только не выплакал. Это же вообще больно, надо не дотронуться. Он уже плачет, потому что он плачет. Он просто родился и понял, что он не в то время родился. Не в том месте, не в том времени, не в том городе. Он, блядь, в Сочи. Ну, почему не в семье Рокфеллера? Да потому что, вот, Ромочка. Блин. А вы мама Сашина? Да. Саша, как у вас? А мы с ним конфликтуем. Я не могу промолчать. Ты знаешь, они с Викой тоже у них бывают, если честно. Мы же девочки. Немножечко должны быть... Бля, круто, что вот в Сочи пальмы растут всякие вот эти. Вот знаешь, как будто бы вот это... Наш ответ, да, Майами. Это вот сам, это вообще просто... Ну, просто такой вот, знаешь, китайский вариант. Чуть-чуть попроще, да. Ну, это же тоже все развивается. Там Москва тоже не сразу строилась. Не за один день. Поэтому все будет, я так считаю. Вот нужно в Сочи вкладывать дальше деньги, и тогда у нас будет... Главное не воровать оттуда эти деньги, знаешь, было бы неплохо. Конечно, конечно, конечно. Нет, я считаю, что нужно Абхазию развивать. И Абхазию тоже. Там, потому что реально очень красиво. О, а если бы я поехал в Абхазию, я бы там вообще работать устроился на УАЗ 469, и был бы там жиппинг. Знаешь, там тебе людей набиваешь полностью УАЗ и ездишь по ручьям. Вот это крутая работа. Все удивляются, все брызги летят. Вот это круто, я считаю. Еще у тебя УАЗ такой напидоринный весь. 500 рублей с человека за час. Но тебе нужно будет выучить, как сленг определенный. Ты тут говоришь, слышишь, стой, бля, телочка. Так зачем? Нет, надо просто черные глаза включать, чтобы по полной это крутилось. Вот диск, диск надо купить, обязательно диск. Мне кассету надо. Или кассетник лучше, да. Вообще же, чтобы я все так мотал вот так вот. Это, да, на карандаше. Да, да, да. Где-то ротик закрыть, промолчать. А может быть даже согласиться, даже если не хочется. Я думаю, вы правы все-таки. Конечно, чуточку быть бутырее. В тот момент я поняла, что я просто могла избежать ссоры с новым мужем. Если бы я просто засунула свой язык в одно место. Ром! И Вика, я на дорогу побежал, братан. Он же сегодня не спал? А режим у Ромы, я заметила, что его совсем нет. Совершенно нет, Аль. И мне когда. Спит, когда хочет. Ну, потому что люди-то творческие. Бля, красота. С Викой. Вы дошли же до дома. Спасибо большое, что повернули. Блин, и там девятки, девятки такие. Я слышу, что девятку все хочу. Мук и асфальт. Можно, можно, можно. Девятка мне вообще нравится очень. Ну, мне восьмерка побольше чуть-чуть нравится даже. Потому что это... Типа купе, как она. Спорт-купе, да. У меня у товарища была такая 85-го года, что ли. Или там были 82-го, блин. Да и она реально похожа на вот DMC-12 DeLorean. Она очень похожа на ее. Ну, так себе, на самом деле. Ну, очень. Это единственная машина, которая... Ну, я похожа из наших. Ну, да. Но это, знаешь, как ребенок родился в семье два. Один красивый, а второй некрасивый. Вот один... Нет, таких не бывает. Что такое говоришь? Все дети красивые. И все русские машины красивые. Ну, нет, давай будем объективными. Не все. Я говорил о том, что после прививки мне все нравится русское. Очень нравится все наше отечественное. Вот я Ниву хочу вообще, ребята. Нива, Нива, Нива. Он гимн знает. А я вам так скажу, кстати. Наебали меня в каждом этом самом торговом... В дилерском центре. Вот я был на дилерском центре на Бухарестской улице. Туда никто не ходите, блядь. Там такое наебалово. Мне чувак такой... Да что ты? Если я тебе даже эту машину закажу, мы с тобой все равно... Я тебе не продам из такого. Прикинь, такой базар. А почему? Потому что... Ну, я так понял, что там схема такая. Если я заказываю машину, плачу за нее, допустим, какую-то предоплату, неизвестна цена автомобиля, а дилеры ставят машину вообще как хотят, цены окончательные. За 760 тысяч заказываешь Ниву, она в итоге приходит, и она будет стоить 950. Просто потому что... А если я хочу ее взять голую, без допов, мне говорят... Без допов, блядь. Какой смысл? Я же ничего на этом не заработаю. Да, я же не на морю с ничего. Покупай, что есть. А то, что есть там Нива Урбан за миллион рублей, я с ума что ли сошел? Я хочу заказать с завода, никто не хочет заказать. А если я закажу ее, то эти чуваки будут продавать тем, кто придет и захочет купить с допами. А я буду дальше оттягиваться даже по своей предоплате. Мне не буду машину выдавать. Пизда, ребята, невозможно купить. Вот тебе и раз. Как купить Ниву? Как, блядь, если везде наебывают? Когда уже эти ебучие... Надо напрямую на завод ехать. Да, я выяснял это. Можно купить Ниву через человека, который работает на Тольяттинском заводе. Им раз во сколько-то лет разрешают покупать машину для себя. Без наценки. Или как там с наценкой, конечно, но вот чисто тебе. Либо это нужно покупать в тандеме с какой-то компанией, которой нужно там ОООшки какой-нибудь. ООО Фраер. Ну да, да, Фраерам надо 4 Нивы, и я 5. Добавьте. Да, да, да. Пиздец, блядь. Я вообще негодую. Как меня хотели наебать в этом, блядь. В этой ладе ебаной на Бухаресской. Это пиздец. Официальный дилер? Официальный дилер, блядь. Стоят сволочи, блядь, какие-то. Нет, я не продам, бери что есть. Блядь, я поражаюсь. У вас и так не так много клиентов. Не много клиентов. Я пришел к нашу машину. Я тут ее не могу купить, блядь. Если в родном Сочи Вике некогда нормально заниматься сыном, то в Иваново нужно успеть позаботиться не только о двух детях, но и об обеде. С чем вот эти блины? С печенкой и с творогом. Блядь, заморозка покупают. И с творогом и с печенкой. Да, можно брокколи вот. Я как-то раз купил эти морозка, блины, ебать, чувак, пронесло меня очень сильно. Они были с творогом, и это какая-то говно. Я больше никогда эти блины, заморозки не куплю. Я вообще заморозка практически никогда не покупаю. Пельмени максимум. Пельмени максимум, да. Вот это все. Ну, слушай, котлеты можно еще какие-то купить, которые тоже там полуфабрикат. Но вот чтобы готовую еду, там, условно говоря, замороженную пиццу или еще что-то, все нахуй, это уже не ем сколько лет. Потому что это все фуфло. Ну да, у меня все практически максимум натуральный продукт. Да, Люба готовит, но тоже там... Я вот сейчас курочку с деревни привел, заказал, там себе 10 штук. Ну да, вот я сюда привел. И живых? Ну как, они уже не живые. Я имел его, прям курей, курей. Ну курей, да, там где-то вот курицы. У живых курей, чтобы самому забить. Да, да, да. Нормальный человек. Кстати, не то что люблю, могу любое животное разделать вообще по частям. Да? Да, но меня в деревне обучали. Знаешь, как что. Ну да, да, да. Там и забить, заколоть, разрезать, все что угодно могу. Из меня хороший бы маньяк вышел, там, через лет 10, наверное. Кто знает, посмотрим, что будет с собой через 10 лет. Можно с этой экзематки. К сороковке, может, ты вступлишься. Такой, блин, я же помню, да, у меня хобби было. Блядь, у нас, к сожалению, много лесопарков в Питере. Я думаю, что ты тут найдешься. А вот, я переехал в Питер, у меня какие мысли пошли, смотри. Сразу же. Нет, ты это отставить, блядь. Ты, братан, навязывай. Да, под корягу ты ныряй. С чем охотничать? Да, верно. А можно мне их тоже? Можно еще сервилат, пожалуйста? Сервилат, нихуя себе. Он тебя за шторы предъявил пооборот. Да, да, какой сервилат. Можно зубатку тогда убрать? Подожди, почем? 520 у вас. 331 рубль батон. 25. Сколько хлеб? 24 рубля. Шикарно. Спасибочки. Хорошего вам дня. Спасибо. В бюджет уложилась, Снежану из школы забрала, осталось приготовить обед, и можно собой гордиться. Пожарят? Да. Спасибо. Кто-то пришел. Кто? Папа. Я Снежочек. До бабушки пришла. Бабушка? Да. Здравствуйте. Она специально проконтролирует. Меня зовут Лика. А, это кто такая? А, это мама этой. Назови мне. Жены. Да, похоже. Скорее всего, мама жены, да. Я принесла пирожочки, дай тарелочку. Как ты вообще с Ильей? Не очень, мягко говоря, постоянно хамит, пытается указать мне какое-то мое место. Аня, конечно, от него очень много натерпелась. Не хвалит за то, что она ему вкусно готовит, убирает. Не привыкла, да, ваша дочь? Спасибо слышать. Ну, я думаю, редко. Потому что он не знает слова похвала. Да, да, такого вообще быть не может. Это все должное. Так и должно быть просто. Это все. Посмотрим, что ты тут наготовила. Все по фабрикатам. Можно было что-нибудь подомашнее. Не хватило у меня времени, к сожалению, с двумя детьми. Я немножко растерялась. Мне 25 лет замужем. Самое главное для мужа, чтобы красиво и вкусно было наготовлено. Мама Ани. Мне показалось, что она такая мягкотелая. Расстилается, мне кажется, перед мужем, как вот прям коврик в прихожей. Можете мне свою дочку? Я не понимаю ее вообще. Просто люди-то находят себе пару, когда они максимально, как сказать, гармонируют. Вот может быть у них и семья находится в некой гармонии все равно. И им всем в кайф. И им всем в кайф. Может местами где-то тяжело. Просто ты не привыкла так жить. Вот у тебя муж один, а у нее другой. Поэтому у тебя и как бы кажется, что она не хотела. Как расстилаться, кошмар. А может быть это не расстилание, а именно забота о них тоже. Смотря как оценивать. Как оценивать, как позиционировать. Поэтому если ты будешь всегда там в негативе, такая, блядь, я расстилаться не буду. В смысле, что значит расстилаться? Вы одна семья тут. И он расстилается на работу. Одно целое. Одно целое должно быть, конечно. Сказать, кто поехал к моей семье. Пираментный человек. Они могут, конечно. На аквариум. И поругать. Блядь. Бывают и стычки. До драк доходит. То есть Аня тоже, да, может приложиться? Может. Приложить, конечно. Она просто такой нефлегматичный человек. Если им нравится, что... Самый вот, да, фотогеничный вообще. Это кот и пес. Да, да, да. Наглый. Приложить на сковородках. Просто они вот безудержно друг друга любят. Ну, бьют. Ну, на детей кричит. Ну, они любят друг друга. Это страсть. Бьет, значит, любит. Это идиотская для меня позиция. Безудержная любовь. По крайней мере, дети у них никакие не отморозки. Девочка, например, вообще очень адекватная. Очень приятная, милая девочка. Да, да. Такая. А то, что вот он там, ну, может в грубой форме, я заметила, там, на ребенка она кричает. Там, нецензурная лексика. Я считаю, что ненормально, когда ребенок, ну, когда на него не кричат. Такого ни разу не видела. Потому что это же общение. Нормально. Чушь орет. Чушь. Да, вот это, конечно, самое отборное. Бабуля слишком позитивная какая-то, знаешь. Ну, что ты, блядь, все нормально. Выпивает, ничего страшного, детей орет. Ну, да. А я, она такая еще защищает. Ну, чтобы на ребенка не кричали, такого не бывает. Это же дети. На них надо орать. Да, да. Чтобы они понимали, воспитывались. Воспитание. Понимали, что такое плохо, что такое хорошо. Да. Вот придет время, начнем бить. Вот от 7 лет. Знаешь, уже. Откашу станет. Кости уже, чтобы это. Да, да, покрепчали. Чтобы понимали, что такое. Рыжничок зарос. Чтобы там можно было в затыльник дать. И тогда уже будет основное образование. Сейчас пока только можно матом ругаться. Сейчас вот думаем дом купить с погребом, чтобы потом детей там закрывать можно было на неделечку. Чтобы понимали, как свет дорог в доме. Это так вот мама говорит, да? Да. Охуеть, ребята. Я такого никогда не слышал. Это дикость какая-то. Мамочка. И поэтому для меня это вообще вот здесь какой-то за гранью. Ладно, моя хорошая, я побегу. Жизнь. А ты лучше не оставайся. Интересно, а сама-то на такие вот женщины, а мне обычно прибегают, советы дают по ситуации. Ситуативно. Ну, там надо погибаться, блядь. В общем, это самое. Лебезить, ебать, чтобы тебя там не убили. По пьяни. А ты там, ну потерпите, ребят. А как же? А как же? А потом приходит. Бля, одна живая, мужа похоронил. Слава богу, блядь. Алкаш. Спиртяги метил его и напился. И под диван закатился. И живу теперь просто. Телевизор. Тишина. Я даже не думал, что можно жить нормально с погодом. Дома вот эти вот конфетки, белочка, сухарики с чайком зеленым. И все. И тишь да гладь, блядь. Только на троицу сходить. К утейке. И опять. Ну вот так вот, да, ребята? Спасибо вам. А в Сочи Аня решила применить уроки дипломатии, полученные днем от свекрови. Все, да, до связи. Извини. Ну, здравствуй. Привет. Аня, ты, конечно, жесть меня просто сегодня подставила. Просто очень сильно. Мету пытаюсь им составить. А мне нужно, блин, вот этот свинарник убрать, который ты мне сделала, блин. И ты собакой еще не погулял. Собака обоссалась, блин. Просто жесть какая-то. Извини, пожалуйста, собаку. Все страдают. Это мой косяк. Извиняюсь. Хорошо. Я очень ответственный человек, и мне стало стыдно, прежде всего, перед самой собой. Я не захотела больше ругаться, и никаких просто ссор. Слава Богу. Давай не будем больше ругать. Давай не будем ругаться. Можешь тебе чем-то помочь? Удушающий, блядь. Да, да, что-то пацан уже растет. Вот ему весело, когда он тоже боль, боль, трек какая-то причиняется. Вот подожди, еще два года пацан бить начнет тебя. Потом отца в 50, так откуярит, так отмечает. Если вы хочешь чем-то помочь, есть огненный инсталлятор. Собака закусает. Нормальная сына, удар с финишем батя ходит уже старый. Будет хай гордиться, кто мне мой сын. Да, да. Отца, которую мне нужно сделать сегодня. Я разберусь с ужином. Хорошо, я постараюсь тебе помочь. Пойдем тогда я тебе покажу, что надо делать. Я был шокирован в хорошем смысле. Может быть, она что-то поняла для себя. У меня осталась одна недоделанная буква. Это буква F. Нужно ее перезамотать асбестом. Такой шнур, пропитанный. Буква F. Что за слово там у них интересно пишут? Горючим веществом поджигаем. И нужно все это снять, заново делать. Пакетик с инструментами. Фуфло. Показывается, как я вам такой фуфлом. Вред какой-то. Странная очень работа. Я тебе буду очень признателен. Похож, конечно, на одну штучку. Большую штучку. Это мне было похоже на ***. Что это за кое? А у нее свои фишки. Да, да, у нее фишка такая там. Все, что не видит. Да, да, да. Это что ли ***? Не рвется, не гнется. Ладно, не обещала, я справлюсь. А, это она уже горелая, да? Да, да. Сейчас надо по-новому обмотать. Блин, я мотала, мотала. У меня вообще ничего не получилось. Но я намотала, как получилось. Что-то вообще не красивое. Нет, ну, каждый же, когда занимается своим делом, обязательно грязной рукой вытирает лицо. Создали максимально такую карикатурную ситуацию, что вот все, какая тяжелая работа. Ну, да, да. Чтобы он потом не ругался, что она реально... Ну, сделать вид, чтобы по ней было... Хорошо, что еще, знаешь, он не осеменителем работает, а то там попросил бы осеменник, как бы быка. Я такая, короче, знаешь... Ой, бля, хамуха, как я устал. Это бычья обмазаться. Пипец, блин. Ну, и сделать красиво. Краска. Была, не была. А вам красить надо? А зачем ее красить? Она уже гореть будет. Да нет, ну, это все, это скандал. Она же испортила. Ну, конечно. А я даже не понимаю, что это за буба. Это уже все, она не F, бля. Она реально делает член, походу. Да, какой-то наматывает, огромный хуй. Ань, уже он готов. Саш, ты мне будешь сейчас улыбать. Я только старался, у меня не получилось. Он такой стоит, думает, тут ты, конечно, овца. Просто хуево. Как мы будем вести шоу без буквы F, епта? Как нахуй мы снова... Понимаешь, это очень важно. Слова из букв состоят. Мы не можем составить слово. Серьезно, почему краской? Зачем? Чтобы что? Некрасив же, бля. Так я тоже самое спросил. Краска-то нужна ли? Да, не красиво же, бля. Ее же этим, керосинкой обмазывают, ребята. А краска теперь охренеть, как красиво просто. Это было смешно, потому что до этого надо было додуматься, конечно. Бог с этим, бросай это все. Это фига. Ну все, он, короче, все понял. Он смеял. Я смирился с этим. Ну а че с ним держишь, хозяйка? Думаю-то, что она реально умеет на меня отвечать. Какие вообще мотать? Он меня посмотрел, посмеялся, и как так было приятно. Очень обидно, что чужой мусор... Он подсмеялся на твою глупость просто. Так как будто было приятно. Ну, она никогда этого не делала, может, тоже скидку сделала. Ну, конечно. Меня пожалел, а мой не может. Он посмеялся с ее мусором. А, блядь, ты что? Как дура себя ведешь, нахуй ты покрасила. Ты что, идиотка, ебаная? Может быть, сразу наорал, да-да. Ну да, да, побыдло. Может быть, даже ударил бы. Может быть, этой же эвкой. Хуярил бы. Как этой, как выбивалка ее. Охуенно эту штуку сделала. Он ее так повесил бы, знаешь, ее как вместо ковра, блядь. Будем ходить, смеяться, блядь, над тобой. Ты ебаная пыль, блядь. Или просто ее, ну вот, как бы, этой штукой бить. Вот ты сделала себе крест. Такой. Ты сделала, вот сейчас ты даже не представляешь, что ты сделала. Ты сделала орудие, которым тебя будут наказывать. Да, все. Мы его не будем разбирать. Ложись. Вики все готово к встрече мужа с работы. О, ты еще все здесь, что ли? Кое-что для тебя приготовила. Блядь, сразу агрессия. Это что это такое? Мирный ужин. При свечах, да? Да. Ты опять развел в моем доме огонь. Ты еще огня не видел, расслабься. Приходи, мама. Чел, и свечек испугался. Да, да, да. Блядь, у него вообще мания, что он сейчас все загорится. Немножечко рассказал о вашей жизни. Больше всего мне поразил тот факт, что ты, оказывается, на Аню руку поднимаешь. Ну да. Раньше мы дракли. Ничего такого, он в этом не видит, да? Ну да. Ну да. Я и детей, по-моему. Охуеть. Такой он чересчур прост, этот чувак. Он просто... Ну ты же правильно сказал. У них в их семье все говорят сразу правду. Они не могут, знаешь, такие типа... Чуть-чуть приврать. Да, да, да. Ну бывает. Вот. В тот самый случай, когда врать не так уж и плохо. Может быть даже тебе... Знаешь, какой-нибудь чувак социальной службы посмотрит такой, думает, так, звоночек, пора бы к ним сходить домой. Надо бы. Да, да. Потому что они там пиздятся, как бы, ну это ненормальная семья. Была страсть, мы кипели оба. Я ревновал ее ужасно. Любой мужик ревновал красивую бабу. Это любимая твоя девушка, а не баба. Как хочу, так и называю. Я вот, ну, я не хочу действительно, ну, ни на кого руку поднимать. Я не понимаю, как такие люди вообще в социуме существуют? Вот как он договаривается о чем-то на работе еще? С ним же компромисса не найти никакого. Он как бы... Да, да. Бизнесмен из него так себе, наверное. Да и сотрудник из него так себе, блин. Ну да. То есть... Ты представляешь, ему что-то объясняешь? Он такой говорит мне по барабану. А кем он работает? Я так и не понял. Он же уволился с поваров, а сейчас... Ой, я что-то там прослушал. Там они же говорят в начале, когда читают. Ну ладно. Ну в любом случае, мне кажется, там тяжеловато идет. Хорошая загадка. Тяжело с ним сработаться, мне кажется. Меня провоцирует. Внутри мне кто-то вылезает, я не знаю. А кем он работает? Жителем города. Как вот в ГТО ходят, люди что-то делают. Просто нужно одеваться красиво, более-менее гулять по Ивану. Чтобы ощущение складывалось, что там хорошие, интеллигентные люди. Да, да, да. А Паша, если ты к нему подойдешь, то... И заговоришь. Да, да. Ты сразу нахуй Паша дураком выставит. Ты что, доебался, я работаю? Отойди, вон, вон, отойди, вон. Ты ее не хвалишь совсем. И не ценишь того, что она для тебя делает. Ты не рад? Забывай, забывай, значит. Ну ты постоянно забываешь. Женщинам надо хвалить. Иначе пропадает просто любое желание для тебя хоть что-то делать. Много хвалить будешь, обнаглеют. Ну честно говоря, ты в чем-то там. Цитаты великих людей. Надо прямо ее сейчас выделить. И много будешь хвалить, обнаглеют. Ему паблик свой нужен, отвечай. Я прописался. Пацанский, блядь. Вот слушай, вот это ты круто придумал. Вот если у него будет свой пацанский, блядь. Может, он там и есть админ какой-нибудь в этом самом... Как там он называется, цитаты волка, блядь. Да, да. Ну нет, знаешь, как назвать паблик? Не куколд, короче. Блядь. Такой жесткий чел, короче. А он... Советы, как ставить женщину на место. А он куколд же, на самом деле. Да ведь так? Ну получается так. Права, не хочу говорить там лишний раз спасибо. Но он это может четко оправдать. Тоже он сейчас тебе что-нибудь скажет такое же, ты... Как хочу, так и делаю. Тоже захочешь. Куколдом стать. Пожалуйста. Ну, все-таки сейчас спасибо тебе за ужин. В качестве благодарности предлагайте полную посуду. Хорошо. Намайнил, блядь. Спасибо нахуй за год за целый... У него как это... Маленькие благодарности. Там, если их не говоришь, потом... Спасибо, ёпта, вырастает. У него там просто план. На год вежливых слов, знаешь, он такой, блядь, спасибо придется зачеркнуть. Так, пожалуйста, при берегу, как бы, знаешь, на праздники. Это вообще, вот слово «пожалуйста», оно вообще отсутствует. Ноль, блядь, на этот план. На этот год ноль. Он пишет, и там на четыре ошибки допускает. Через «Б» там пишет. Он его как-то это слышал раз. Для тебя. Мне нравится какая-то... Котики. Четвертый день проекта. День смены правил. Для Вики это возможность серьезно поговорить с Ильей о его поведении в семье. Поэтому детей на время отдали бабушке. Илья, я привела тебя сегодня сюда, к этому дереву любви, для того, чтобы озвучить тебе свои правила, по которым ты теперь будешь жить. Первое правило – ты не имеешь права кричать, и тем более поднимать руку на свою жену и своих детей. Как это за правило такое, блядь? Больное, что ли? Лишаешь меня смысла жизни, блядь. Я же только ради этого живу. Засыпаю, думаю, как я сейчас, как я утром, любую, блядь, пощечную. Любимый своей. Да. И ты такая, аж, ай, сегодня так хорошо предложился, блин. Да, прям руку это... В настроении. Руку заматывает, ну, жжет. Что не может взять, там, вот, элементарно ничего в руку, вот сюда в ладошку, потому что очень сильная плюха такая там была. Звонкая, блядь, что аж стекла зашатались. Нужно тут даже мысли такое допускать. Ты портишь психику, в первую очередь, своим маленьким детям. Не удерживать нервы бывает просто, ну. Выйди в коридор и покричи на себя. Я буду пробовать. Я не то, что, там, руку поднимаю, я хочу детей своих, как бы, воспитать, чтобы у меня нормально они будут послушать. Ты будешь меняться. Я перегибаю палку, я буду меняться, да. Спасибо. Я буду с тобой работать. Он согласился. Но он хоть понимает. Хотя я не понимаю вообще, как мужик может не понимать, что это нельзя делать. Второе мое правило, это радость, а не гадость. Женщина любит ушами. Женщине нужно обязательно хвалить и ценить все то, что она для тебя делает. И я очень хочу, чтобы впредь ты своей женщине говорил комплименты и постоянно говорил слово спасибо. Тут я тоже с тобой согласен. Можешь начать с меня учиться? Буду пробовать, да. Отлично. И третье мое правило. Ну, вроде бы неплохо. Я хочу, чтобы... Слушай, ну, правила-то максимально простые, да? Которые, в общем-то... Нормальные правила просто человеческие. Да, да. Вот их даже не надо озвучивать и просить тебя потом. Это не так понятно. Бить людей, это плохо. Нужно быть вежливым, говорить спасибо. Да, он такой, блядь, это все интересные штуки какие-то тебе говоришь. Такое... Блядь, капец, как я буду, вообще, какие-то недели проживу. Да, я не слыхал такого раньше. Ня, ты помогал своей женщине поухаживать за детьми, обязанности по уходу за домом. Это правило прямого, но не буду делать всегда. С посудой там приготовить, поесть, это я умею делать, но мыть какие-то унитазы я не собираюсь. Я мужик, мне это без проблем. Хорошо, тогда начнем хотя бы с этого. Отлично, спасибо тебе. У него такие чисто армейские заговно остались. Пацанские, да, чё? Он до сих пор думает, если сейчас дома унитаз помоют, да, и его уважать не будут. Никто, вообще все узнают сразу. Все там с рот ему звонят, ты чё, блядь, мы почувствовали на энергетическом уровне, что ты у себя дома толчок убрал, блядь, больной что ли? Все соседи будут вот так вот проходить, блядь, знаешь, творачиваться. Тот самый, да? Фу, блядь, сортирники. Да, да. Вот у меня нормальный туалет обосранный. Обосранный, блядь. Ну, нормальный мужской, блядь. Если они вот разводятся, знаешь, они даже жопу не вытирают. Не, 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 чё, чё, блядь. Как говно прикасаться, что ли? Не буду, да, даже через талфеточку, блядь. Конечно, да, хуйня. Бред давай какой-то. Дерьмо, оно отваливается само, блядь. У него сортир из унитаза собранный вообще, в принципе. Да, 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 и всё, больше ничего не надо. Я тебе, если хочешь, помогу, то есть без проблем. Спасибо. Сегодняшний день это всё делать. Спасибо. Кажется, Илья открыт для изменений. А как на новые правила отреагирует Саша? Они уже готовы их озвучить. Непонятно. Первое правило. Это каждому своё. Этот пацан уже даже меня бесит немножко. Да, да, что-то он очень много капризничает. Понимаю, вы работаете ночью, вы встаёте поздно, но ребёнку просто необходим режим. Ему надо засыпать правильно, ему надо общение. Они к Роме относятся просто наплевать. Ребёнок подстраивается под их режим, а не они под Ромин режим. С сегодняшнего дня у Ромы должен быть режим. Ну, хорошо, давай. Не, ну, справедливо, да, ребёнок в первую очередь. Дом – это не помойка. С сегодняшнего дня ты ответственный в доме за чистоту. Окей, хорошо. В принципе, мне нравится, когда дома чисто. Почему бы и не попробовать? Третье правило. Отдай взамен, чтобы... Почему не попробовать, да, чистоте пожить? Интересно. Интересное правило. Он за 20 хуем лет такой, типа, только сейчас решил попробовать жить чистоте. Ну, он просто 20 лет до этого думал. Убраться ли или не убраться? Да, уберись-ка, наверное, нахуй отсюда, чувака. Смойся. Да, да, не можешь, блядь, просто за собой крошку убрать. Получить. Ты хочешь, ну, чтобы тебя жена восхваляла, чтобы ты был королём. Но для этого, конечно же, нужно сделать жену королевы, чтобы она поняла, для чего я этого делаю. Если её игнорируют, они разойдутся ровно или позже. Сложно, блядь. С сегодняшнего дня ты слышишь и исполняешь все желания своей жены. Хорошо. Но ты потренируешься на мне. Ты потренируешься на мне, да? Трахнешь мне жёстко так вот. Вот так, вот так, исполняешь желания. Я же не знаю, блядь. Даже нет. Потому что, блядь, ну слушай, ну она что-то какие-то невнятные правила-то поставила. Первое, что режим ребёнка, это ясно всё. Потом какие-то короли, королевы. Я уже вот этого не понимаю, блядь. Это надо какие-то метафоры разбираться. Опять женщина. Умно быть надо. Да, да, вокруг, да, около женщины, блядь, ходят. И сказал бы прямо, вот как тот мужик, надо быть женщиной. Да, 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 жёстким. Да, да, говорит всё вот как есть. К сожалению. С этим я, безусловно, согласен. Я бы хотел слышать то, что хочет моя жена. Тем самым она станет счастливее и будет счастливее нашей жизни совместной. Кайфим. Будем справляться. Пятый день обмена пришёлся на выходной. Блядь, опять красиво. И если Вика рада, что не надо везти с ней Жанну в школу, то перспектива провести весь день с Ильёй в одной квартире уже не так привлекательна. Чё тут делать-то опять мне устроили, бардак-то. Ну, я и говорю, мистер позитивчик. Всем сидеть надо по стульям, блядь, это вот, а лучше вообще эти стулья из дурдома привезти, чтобы эти руки туда, раз, или там, ну хотя бы просто продеваешь их туда, а, и не фиксирует, но чтоб ты знал, где твое место рукам, блядь. Сиди просто и смотри потолок. Ну, сейчас доиграем. Я могу отдохнуть, что дома вообще, или чё? Снежа, всё опять устроил тут. Новая жена мне ребёнка вообще в крае разболтала. Снежа перестала меня даже слушаться. Всё, я кому сказал, да, убирай все вещи, а? Не надо, кричай, я джави. Убирайте вещи, а? Непонятно, что-то, я пришёл отдыхать. Всё, тишина в доме. Я так понимаю, что они тут просто в однокомнатной квартире, поэтому, конечно, у ботиток кукушка отваливается. Ну, я как я понял. Возможно. Ну, всё равно же, блин, ты же понимаешь, что у тебя дети есть. Ну, а чё делать? Всё, давай вставай, убирай игрушки, всё. Ну, не трогай, Денис, Снежана, убирай игрушки, давай скажем. Во-первых, мы сейчас живём по моим правилам, поэтому ты сейчас одеваешься, не раздаёшь команды, и идёшь в магазин игрушек. А я научу тебя, как правильно детям время уделять. Ладно, пойдём, помогай. Иди, Снежана одевай. Ладно, пойдём, да, игрушками я бы тоже. Помогу, всё-таки, ладно, правила так правила. Господи, да пускай бы хоть порадовался, что с его детьми хоть кто-то играет. Ну, вот не хочет человек меняться. И что-то мне подсказывает, что ничего дальше и не поменяется в этой семье, к моему сожалению. А посмотри на эту дырку. Ты хочешь сказать, что вот так вот нормально ходить? Посмотри. Нормально. Когда у тебя двое детей, это нормально. Одежду мне, ну, редко покупают. Мне обидно. Свои дырки думай, блядь. Я о своих думаю, поверь. Жесть, блядь, вот это козёл, конечно. От своей дырки ложь, да, мать. А дырки жене он не думает, но предлагает думать друг к чужому человеку. Оскорбительно ли вообще? То есть, ну... А может быть, он за неё переживает просто? Может и такое быть. Поэтому у меня один ребёнок... Ну, всё. О, как видно. У тебя двухлетний ребёнок, блядь, достал, блядь. Почему ребёнок не может ходить в таких вещах? Давай тебе порвём что-нибудь. Да, блядь, блядь, блядь. Слышишь ты? Это быстрый. Жёстко получается, давайте пизду порвём. Ну, типа того, да. Блядь, чё за кончущий? Ну, вот такой вот человечек. Прям... Это диалог какой-то вести. Блядь, чё, держала, работает. Надо потом будет послушать. Очень сдерживался, чтобы я не схватить за шею и просто, ну, не начать лупить об стену. Говори так сам. А, так это он ещё сдерживается. То есть это ребята... Не так, что он там вообще уже охуёл в конец, да, если они берега не видят. А это он ещё... Сдерживается. Он ещё вежливый в данный момент. Вежливый, очень вежливый. Всё хорошо, объясняй. Понятно, блядь. Ну, ну, по глобу. И в другом доме находишься, понятно. И они, блядь, позволяют тебе с детьми так разговаривать. А тебе стыдно смотреть, не то, что с тобой разговаривать. Слушай, мне кажется, он её побьёт. Да, да, это, блин, испанский стыд. Реально чел вообще, блин, при своих детях ещё так всё ведёт. Ужасно. Да, это неправильно, конечно. Надо бы ему всё-таки... Да, блядь, ну всё, у него такой характер уже не исправится. Глаза и не выглядят. Такое ощущение, что, знаешь, человек никогда не получал пизды хорошие. Вот такой вещь. Я думал, он получал, блядь, ещё какой, в той же армейке, блядь, а теперь отморозился и стал дома всех пиздить. А, да, типа... Сумо утверждать? Да, 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 да. Пойди себе яйца отрежь. Я уверена, что с заданием не орать матом и не поднимать руку на членов своей семьи он не справился. Конечно нет. И не справится дальше уже никогда. Случик. Да, да, да. Хоро, что-то, наверное, записывается вообще после всего, чтобы он её там, ну, не знал, что она там подминтованная, так сказать. Ну, чуть больше. Саша не только согласился выполнить правила «дом не помойка», но и послушно начал с того, что попросила новая жена – смастерить дверь в подвал. Говорит, день, когда я зашла к ней в дом, я чуть тебе не ломала ноги. Нет, это он должен сделать. А, блядь, я думал, он не искал смастерить. Ну, нормально так. Сейчас мастерика, а дверь в подвал. Петли иди поставь. Да, 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 всё это узнать. Выровняю, как полагается. Дверь в подвал, по идее, логично. Ну, давай. Ты уже знаешь, что будешь с ним идти? Ну, так, есть одна мысль. Можно будет как-то скрепить некоторое количество досок, и можно будет попробовать поднять, получается, всё одним разом. Гонишь, ёпотая, что ли? Чувак, который всё исправляет верёвку и скотчем. Да, да, да. Дверь и скотч. Боится заколотить две палки гвоздями. Зачем? Чё ты не можешь-то? Держать. Держи. Мы уже в интернете посмотрели бы референсы, да? Как выкатит крышка вообще в подвал, например? Ромочка, чё он там делает? Да, Ромка мультики смотрит, я ему. Телефон отдал. Не, ну это говно собачье. Как раз ты. Он что, он верёвкой связывает? Он, ну да, да, стропок. Не плохо получается. Спасибо. Я люблю, когда мужчины что-то делают руками. Меня даже это как-то заводит. Кошмар, кошмар. Не, он делает какое-то говно. Я представляю, что с ней будет, и как она потечёт, если там чувак будет просто машину ремонтировать, как полагается. Да просто он откроет капот, блядь, и он такой, о-о-о-о. Вытащит и вставит. А-а-а, кожа, блядь, полегче, блядь. А то просто чел, блядь, всё умеет. Верёвку, как дрелью. Прикручивая, и она удивляется. Ни хрена себе. Ни хрена себе. У тебя как получается. А скажи спасибо. Не. Он такой, спасибо. Он такой, ё. Сразу даст ему. Ну да, может. Может, ты тогда домой пойдёшь, а? Нет, я тебе не помогу. Он так бурно реагировал на мои высказывания, что как будто я его решила раскопять на этих досках и прямо здесь ***. Ну хотя, может быть, это его грязная мечта. Давай уж потерпи до дома своими возбуждениями. Женщина. Тебя твой мужик должен возбуждать. Такое ощущение, что меня пытались испачкать чем-то грязным. Мне было неприятно. А он правильно, значит. Ну и что, получилось? Ну ладно, ничего так. Кременько, костенько, с недочётами. Но он молодец, он справился. Ну что, в принципе, схема рабочая. Так а как открыть это? Греметь, конечно, я буду. Ладно, Ань, я думаю, это мы с тобой сделали. Чё там у нас дальше попало? Каждому своё. Ладно. Это про реализирование. Хотя он, блядь, башку чередить. Эффективно справился. Да, башку не свернёшь теперь, хотя бы мимо проходя в туалет. Не, ну это пиздец, да? Прикинь, у тебя яма, ёпта, по туалетам. Блядь, очень опасно. Если получается самим, то нужно обратиться к специалистам и помочь в этом. Слушай, ну мы вообще думали про частный садик, но пока вкладываемся в работу, к сожалению, нет свободного бюджета. Так может сегодня встанем на очередь в бесплатный садик? Не думаю, что это очень хорошая идея. Хотелось бы, конечно, его в частный садик. Ну попробовать надо, Сашка. Думаешь, там не так плохо будет? Ну давай попробуем. Человек с улицы ему говорит такой, ну а дай просто в обычный садик. Думаешь, там не так плохо? Да, бля, всяко лучше, чем подвал, бля, падает каждый день. У него хотя бы режим будет у ребёнка. Смотри, вот лучше, вот смотри, вот видишь, что происходит? Там, блядь, семёрки, пятёрки щинят прямо у тебя напротив твоего гаража. Хуже всё равно не будет. Мы хотим, конечно, для ребёнка лучшего. Не лишним было встать на очередь, поэтому я согласился. Весёлый, пойдёшь в садик, слава богу, блядь, не в этом ебучем подвале жить. В конце концов, это ни на что не влияет. А в Иваново Вика не теряет надежды улучшить жизнь детей в семье Булгачёвых. Нам нужна какая-нибудь развивашка для детей, чтоб всей семьёй заняться. Есть домик, его можно вместе собрать всей семьёй и раскрасить. И там можно сидеть внутри, прятаться от криков, если что. Потом будете говорить, папе, я в доме. Сколько это стоит, блядь? Сейчас ему скажут пять тысяч. Тысяча рублей. А, тысяча рублей. Дай мне девятьсот пятьдесят рублей. Тебе Наташа, кстати, передала рубль за уборку? Рубль. Шикарно, не зря кто по работе. Работал. Работал, рубаль. Вот, если мне заработал деньги. Пожалуйста. Спасибо большое. Приятные игры. Я не жалко на какую-то фигню тебе денег. Ну, я считаю, что развивашка для детей это не... Мне, говорит, я не жалко тебе на какую-то фигню тратить деньги. Блин, чувак, ты чё, блядь? Когда дети пойдут в школу, он такой, чё ты? Да, блядь. Учебники покупают на вашу тучу группы? Иди у соседа почитай. Ну, у тебя ж на парте кто-то будет, да? Ну, попроси листочек у неё, там, да? Домой придёшь, там, запишешь все уроки свои, потом сдашь. Я вот, знаешь что, я уже понимаю учителей, ну, сейчас вот уже. Если ты сидишь, у всех тетрадки, у тебя двойной листок выдранный. Да. И реально так и хочется тебе въебать двойку и сказать, ах ты, гнида, блядь. Куда ты потом этот листочек денешь, блядь? Только не смеши меня, что ты его под обложечку положишь. Ты его просто выкинешь, как ты, подонок, блядь. Не можешь просто тетрадку взять из дома. Он что за человек такой? Ещё, причём, никогда с собой тетрадку не берёт. Да, да, постоянно на листках пишут. Он в школу ходит просто с пакетом, там, дневник и одна тетрадка. Эта тетрадка на все, как предметы, вырывается там. Не, я учителей теперь понимаю. Вот кто пишет на эти листочки, блядь, всё, сразу два, блядь. Может, не писать. Я считаю, что не зря я поработала. Сейчас все вместе, мы сможем провести очень круто время. Вот, какого-то картона купила. Уму непостижим, у меня вот не укладывается в голове это. Если пять листов картона и пара фломастеров могут сделать твоих детей счастливыми, разве оно того не стоит? Ну всё, твое первое художество, Мирон. Когда они так играли с родителями. А дети счастливы, да? Да, картонный домик купили, блядь. Какая интересная штука. Да и сам смеётся. Но он не верит, не верит в то, что это действительно кому-то надо. Неужели детские забавы кому-то нужны? Да, дети должны рождаться сразу, вот взрослым. Вот ему было так хорошо, если бы он клонировал себя же, знаешь, там, чуть пониже интеллектом. Вот, и они бы за него ходили на работу, всегда не шумели. Согласен я с тобой, я теперь впредь, я думаю, буду больше детей радовать, как бы, интересными штуками. Не, он ничего не понял. Он когда говорят, как бы, интересными. Да, как бы, я согласен, я за ним шуму, наверное. В семейном кругу, кажется, смягчил сердце Ильи. Тем временем в Сочи Аня с Сашей отправились записывать Рому в детский сад. Набралась от мужа. Да, 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 я сказал, он захожу, а человеку плохо становится. Конфликт на пустом месте просто. Не, ну вот так-то надо, сначала люди выпустят. Мы сейчас пройдем, и ты потом проедешь, подожди. А, где вам мы столкнулись? Я ж мать, тема началась. Да, да, да. Первые зашли, все, мне все равно направилась. А, где вам у чувака с шапкой 228, по-моему? Давайте я сначала выйду. Не, мы с первой зашли. А, 328. 228. Гейксты, блять. Все равно направила этикет, а мы заходим первым. Тут какая-то дура Шарабанова с двумя детьми. И прет прямо на меня. Хотя я обещала заткнуть свород за зубами, но у меня не получилось. Девушка, ну вы хамка. Хамка, ну такая вот. А это, прикинь, директор садиков. Да, да, да. Ну не получилось. А, это они пришли на очередь вставать. Пойдем, все. Она была похожа на какую-то, блин, дешевую хабалку. Пусть она со мной больше не скандалит, но эта привычка, она от нее не избавилась, конечно. Здравствуйте, добрый день. Да и правильно, блять. Да и правильно. Если у тебя есть ребенок, все, можешь себе карт-бланш на свист выписывать. Что хочешь делать, и потом ничего не сделаешь. У меня ребенок. Ну, любые причины повыебываются здесь. Любая причина. Вообще. Что хочешь, говори. А что вы, блять? А что я? Я ребенок, а у вас что? Правильно, щит какой-то, знаешь? Здесь дизастан. Диэнергетический, блять. Дата, подпись. Поднимается, и все эти эпохи. Ром, сиди спокойно, пожалуйста. И что, сколько ждать? С расписочкой, паспортом подходите через две недели. Мы будем рисовать, ладно? Пожалуйста. Все, всего доброго. Я слышал очереди в садик, когда ребенок рождается, уже встают. Да, 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 чтобы успеть попасть еще. Ребенок в седьмой класс пошел уже, знаешь, в седьмой класс. А там уже звонят, такие, вот, можно уже. И все, так пацан такой, наконец-то. В садик скоро. Буду сейчас это спать. В час дня. Забейся. Соня. Замчик, пойдем, ну все. Да, ну если, конечно, так все пойдет, то мое пребывание точно было здесь не зря. Пускай ребенок стоит на месте. Зато где женщина ухи. Ребенок в чужого в сад. Да. Слушайте, мое пребывание. Похоже, что реально хорошо ей, что она приехала. Сараканов выгнали. Финальный день проекта Вика отдала детей бабушке, а сама пригласила Илью в центр города для того, чтобы выполнить очередное... Почему чуваку замазали рот? Ю в центр города для того, чтобы... А он курит, наверное, идет. А, да он с сигой. Да? Я думаю, может, он там что-то пиздит. Да-да-да. Я тоже думаю, блядь, что это фигня, блядь. Или бы просто, прикинь, у него размазанное лицо. Ну да-да-да-да, на самом деле. Не, ну он, по-моему, он курящий, блядь. Да. Чтобы выполнить очередное правило. Твое утро начнется с исполнения задания. Радость, а не гадость. Сейчас ты будешь идти по этой центральной улице Иваново и делать комплименты всем-всем-всем, кого увидят. Ну, блядь. Пизданет сходу ты че. У него кукушка-то еще сотретит. В смысле? Я жене не говорю, он будет говорить всем встречу. Все, классно. Начну с тебя. Ты сегодня очень хорошо выглядишь. Спасибо большое. Добра ко мне. Спасибо. Девушка, вы сегодня очень хорошо выглядите. Приятного дня вам. Вот так в России реагируют на комплименты, знаешь. Девушка, вы хорошо выглядите. Блядь, больной какой-то. Он, чувак, идет вот этот. Вот и мук. У вас отличная сумка. Ты че, больной, блядь, что ли? Что ты нахуй? Нет, он идет кассу обносить. Видишь? Да-да-да. И там какой-то этот, два ножа, может, каких-то. Ну, у нас, да, у нас комплименты очень, это, в семье мы просто. Доброго дня вам. Я заметил бездалека у вас эта прекрасная улыбка. Хватит, наверное. Ну, по большому счету, нахуй. Вы сегодня так прекрасно выглядите. У вас такая прекрасная улыбка. Спасибо. Дурачки, блядь. Наркоманы. Спасибо, блядь. Вы ссадки. А лучше не появляйтесь больше. Девушка, у вас такая прекрасная шляпка, вам так идет. Ну, спасибо. Отлично. Ну, мне было не по себе. Ты какой-то дешевый тренинг, да? Да-да-да. Чувствуешь? Я не знал, что сказать. Давай, будь бодрее, живее. Давай, сам улыбайся. Здравствуйте. У вас такая прекрасная девушка, так очень красиво выглядит. Все сказал, он пошел нахуй. Нахуй, блядь. Это баба его говорит. Моя баба. Нет-то. Вы так сегодня хранилили? А, так это Иванова. Да, он такой, да, моя баба не трогай. Да-да-да. Уже забито. Там же с женщинами по-другому разговаривать надо. То есть, если мужик идет, прикинь, а он его бабе. Как он сам говорит, она комплименты делает. Так можно и по-другому получить. У него такое пальто идет, и шляпка прямо. У вас хороший вкус. Благодарю вас. У вас и дружище. А я вот, знаешь, ожидал бы подвоха всегда, когда тебе там говорят что-нибудь приятное, а потом говорят... Незнакомый еще. Дай 10 рублей. Да какой-то... А так обычный приспособ. Так у вас же есть, да, там, типа, красивый, солидный, извините, что прерываю вас. И начинается хуйня какая-то, типа, мы там, женщины какой-то. В общем, это только от вас зависит. Успех коллективного отдыха. 100, это 10 рублей. Не будет. Не та сумма, от которой вы станете богатым. Я один раз так чуть пизды не получил. Да ладно. Да, когда я спрашивал денежку? Нет, нет, нет. Или когда тебя... Вечером в магаз зашел, и два чела покупали там, типа, водку, и не хватало на сигареты им там, что-то рублей 8-10. Так. И они прям так долго, короче, что-то решали этот вопрос, типа, ну дай там займу, там, что-то такое. Я такой уже, знаешь, психанул, такой беру, такую 10 рублей добавляю. Такой, говорю, вот, нате пацаны, типа, вам на сигареты. Он такой, ты что, охренел? А что такое? Я такой, что такое? Он такой, что, думаешь, у нас денег как бы нету? Я такой, ну я же вижу, что у вас нет денег. Ты что, думаешь, мы не можем забирать на сигареты? Я говорю, нет, вы просто посмотрите, уважаемые, вы взяли бутылочку водочки, и вам для полного кайфа не хватает на сигареты. А я, как понимающий человек, вам решил немножечко добавить. Они такие, ну сейчас выйдешь, мы тебя отпиздим. Да ладно? Да, да. А ты где был? У меня кола дома, вечером там магаз, там у меня есть такая рыгаловка небольшая. Блядь, ну из чего ж люди? Они хотели договориться с кассиром, да? Да, да. И я, короче, стою, ну как бы я такой беру колу, как бы там, и что-то ещё, чипсы или сигареты. Они стоят на спину, такие, знаешь, типа, что-то обсуждают, видимо, план, короче. Как тебя ёблим. Да, да, да. Я, короче, выхожу, они за мной выходят. И чел такой у меня говорит, сейчас, говорит, ты будешь ещё раз так себя вести? Мы тебя в этот багажник кидаем и вводим в лес. И я такой беру, пик-пик, это моя машина была, короче. Бля, неудобно, да? Я такой говорю, я вас понял, спасибо всем, и уехал. Бля, вот козлы какие, М10 куда бавили, а они агриться начали. Да, да, да. Помогай поэтому алкашам, да? Спасибо. Молодец, вот это уже лучше. Порава с тобой. Когда мне девушка ответила, мне тоже было приятно. Вот, ты чувствуешь какой-то вот эмоциональный, вот прям подъём такой вот. Если бы ко мне подошли бы на улицу и сказали мне комплимент, мне бы было приятно, я бы улыбнулся бы, конечно. Надо делать комплименты. Вот, мужчина, давай. Здравствуйте. У вас прямо в силе одежда супер. Дедуй, здорово. У тебя кепка классная вообще. А вот это уже звучит, как, ну, нарывается подкол. О, ну ты сегодня большой вообще молодец. Он говорит, мне прикольно, люди улыбаются. Дед, кепка бездата. Щёлкнула, и правда так понравилось. Торопился. Сейчас. Я домой приходит, свои бабки. Говорю же, кепка, херня, блин, что ты мне купил? Да гнева приходит, он такой, ебать. Меня чуть не обули, не разули, суки. Вообще, блядь, вот я ноги унёс, ёбаные, с центра, с центра, блин. Кепка, внимание, привлекай, если что. Я надо тебе шапку купить. А в Сочи, кажется, первое за неделю утро без приключений. Саша. Доброе утро. Ты меня завтрак переготовил. Лёгкий завтрак. Она, типа, вся такая на стиле, очень модная. Спасибо за тебя, брат. Сашка меняется. Приготовил мне завтрак с буртубродиками. Помыл даже посуду, а я в него не верю. Я помню, о чём мы с тобой общались на смене правил. Да. Мне оскорбительно, когда говорят, приготовил завтрак, он по факту нарезал хлеб и колбасу, знаешь, это... Не, не, не надо, не надо. Ты сейчас, ты сейчас на себя могилу рожешь, братан. Не надо. Да нет, ну, блин. Если потом тебя кто-то попросит, ты такой завтрак сделаешь, и тебе потом твоими же словами отпиздит. Не надо, не надо. Это хороший завтрак пойдёт. Ладно, бутеры куда-нибудь шло. Ладно, спасибо, что спас. Я тебе говорю, не надо. Просто вытащил меня из горячего дома. Да, 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 да. Ты вот почти, да, я тебя за шкирку и обратно, не надо. Бутеры все сделают своим друзьям и знакомым, и кому угодно, поэтому лучше не подставлять. А я ещё скажу, что это не бутеры, а брускетты. Ух ты, блядь, а это... Кстати, а что это брускетты? Ну, это тоже бутерброд. Да? Да, блядь. Ушу, у свою жену, не выполняю каких-то её там желаний. Давай начнем стелять. Блядь, а я и думал. Ну, короче, что-то Люба у меня на этот Новый год говорит, такая, так, и брускетты ещё. А я сидел, думал, такой, что, блядь, такое? А где, блядь, на этом столик брускетты? Что такое? А там я, честно говоря, ничего не стал переспрашивать. Потом я такой, думаю, что за брускетты, нахуй? Я так и остался в неведении. Ну, говорят, были брускетты. А это оказались бутерброды, блядь. А у нас это было много очень. Сегодня у нас свободный день. Ром как благо. Мне бы нормально говорить, да, мы же всё-таки находимся за российским столом. Российский Новый год. Бутики. Бутики, да. И всё. А то брускетты. Бабушки, поэтому проси чего-то. Достаточно было шпинатика добавить, всё, брускетт. Да-да, вот и подорожник, листок. Я давно не была на море с 12 лет. И я просто не могу упустить такую возможность искупаться в море. Ну, поехали купаться. Да ладно, ты поедешь купаться со мной в море? Поехать поеду, а там покупаться посмотрим. Поехали. Старайтесь. Сомнения Александра не беспочвенны. Хоть город и южный, купальный сезон ещё не скоро. Но отчаянным ивановским девушкам даже холодное море по колено. Ты серьёзно, ты купаться полезешь сейчас? До холодного дня такая. Да, Сашка, я даже хочу. Это море. Она просто отмороженная наглохо, понимаешь? Ну да, что-то как-то на самом-то деле воспаление лёгких схватить там легко можно. Я бы не стал на её месте. Ну, просто ножки помочить, хоть на нашем, для вида, что в море. Там же водичка прямого тёплая, да? Да какая тёплая? Да она просто же хочет раздеться, знаешь. А-а-а, ей хочется посверкануть тем самым, ну понятно. Там 15-16 градусов. Да я в Иванове купалась. И в речке, и в мороз, и в прорубь прыгала. Ну, для меня это нормальная вещь. Чё, у нас раздевалки есть где-то? Там ты, кстати, на раздевалку. Пошли, пошли. У неё просто по шубы на голое тело. Да вот я, кстати, вот именно так и подумал. Не, сама-сама-сама-сама-сама. Женщина в шубе на пляже. Это, конечно, комично. Уже, короче, готово. Давайте перед своим мужем так раздеваться будем. Да ладно, тебе не нравится. Полотенце. Да ну нахрен этот Ивановский стриптизнап. Такой, да, всё-таки, ну, очень правильный, честный. Всё, нет, нажали. Меня не сломаешь с сиськами. Мне там ни в коем случае. Молодец. Вообще нет. Я верю в тебя, давай. Я с тобой не полез. На самом деле. Я бы тоже не полез, слишком холодно, блин. Тем более, что он местный, ему вот оплевать вообще. Чё, он там не купался, что ли? Она в красоту пойдёт. Больная. Купаться в море? Больная. Не, ну, хотя бы добавил тебе, купаться в море в ноябре, а не купаться в море больно. Да, да, да. Больная. Больная, да, да. Ты плавать-то хоть умеешь, а? Да, Лиза говорит, спасти меня, пожалуйста. О, кстати, да, вот это был бы номер, если бы она сейчас так разыграла его. Потом такая, знаешь, лежит у него на руках, он говорит, ты меня спас. Да, естественно, всё. Ну, а ему тут тоже надо быть аккуратным. Там у него... Вдруг встанет? Ей надо быть аккуратным, потому что у него муж-то такой. Хотя... Ой, да посмотрит и потом скажет, ты чё там сиськами вертела? И всё, опять тебя забьёт. Да. За ней придётся бежать. Нормально? Нормально. Давай, хватит. Держи. Когда я выходила из моря, я чувствовала себя Афродитой. Я бы с удовольствием применяла бы Иваново на Сочи и осталась бы тут подольше. Готова даже пожить в соседнем гараже с другим мужем. Нифига себе у него заявление. Если бы пришлось бы ещё раз пережить эту... Официальное заявление. Вот такая у него жена, да, с ребёнком. Всё, да, я в другом буду гараже с другим мужем, но главное, что в Сочи. Какая моя пережила? Честно, да. Больше никогда в жизни на такую фигню я не подпишусь, честно. Проект очередной раз доказал мне то, что жена у меня самая замечательная. Никуда я её не пущу. Буду баловать и любить. Этот опыт был не лишний. В Иваново делать такие выводы пока рано, ведь... Подлизал он сам. Да, 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 немножко. Опять идёт этот злой... Ей осталось выполнить последние правила временной жены и научиться... Как он лихо. Прям вот в миллиметр. Тут, да, он, знаешь, надеялся, что попадёт. Вести быт пополам. Он не рассчитывал ничего. Я думаю, что мы приготовим сегодня вместе совместный ужин. Ну, ты же мне поможешь? Я? Да. Конечно, можно. Отлично. Пожив с тобой, понял, что, Аня, трудно. Вот это прогресс. Буду помогать ей. Главное, чтобы это не было до первого скандала. Я тоже, ну, не святой. Слушай, Илья, ты когда маленький... Это к чему это такое? Некрещённый, знаешь, там он такой... Там такая просто фраза сбросила. Я не святой. Зачем это? Ты когда-нибудь вообще наблюдал? Ты вообще... Кто-то из мужчин, например... Нет, когда я не святой, это оправдание всему негативу, что ты выливаешь. Да, вот... А просто сказать, типа, я злой человек, нельзя. Надо сказать, я не святой. Ну да, это, кстати, я тебя оправдываю, что ты людей бьёшь. Так, как хочешь, что ли? Ты очень не святой человек. Ты грешник, блядь. Я такой, я атеист, блядь. Морду тебе бьёт, блядь. Ну, блядь. Потому что ты совсем перегибаешь. Но я всё-таки думаю, он не бьёт их, и блядь бьёт, так? Ну, нет, не бьёт как. Наверное, может, ударит что-нибудь такое. Ну, так. Замашку какую-нибудь закинет. Батя всегда прописывал, ай-яй-яй. И доходчиво и коротко объясняют, ну, как бы, родители детям. Оно вот и есть, это воспитание. И какие твои чувства вообще были? Ну, с другой стороны, как бы, чё? Вырос он, знаешь, вот как именно. Вот все думают, откуда такие мужики берутся? Которые вот не смеются, ничего там особенное. Чисто работа, дом отдохнуть и опять на работу. Вот они. Из-за того, что дрались с родителями дома. Всё. Дрались. Откорее всего, наоборот. Их били. Ну, били много, да. Но теперь, видишь, тоже вырос таким, ну, жёстким. Вот, конечно. Я рассказывал тоже, как на себе на канале, что у меня есть знакомый, батя которого держали на цепи. Как? У неё была большая семья, там, человек, там, 9, короче, детей. И вот, и как бы, не хватало, типа, содержать семью денег. И отдали родственникам одного, там, младшего сына. Вот. А этих родственников было, типа, там, поле, там, что-то такое. Знаешь, пахать, типа, там, всё такое. Вот они заставляли его только работать. Да ты чё? И вчера держали его на цепи. Это что? Ты знаешь, что у человека? Ну, я знаю сына его, получается. Хебать. А батя вот такой, он прям, типа, у меня про него просто рассказывают. А это у него на цепи? Да, его батя, типа, вот. И он рассказывает мне, короче, про своего батю. Я говорю, а чё он тебе, а он, типа, максимально педантичный отец у него. Он говорит, сосед взял у него гаичный ключ, и потом через, там, неделю приносит его. А тот был, как бы, на работу собирался, был в белой рубашке. Так. И батя такой берёт, рубашку оттягивает, и этот ключ такой вытирает об эту белую рубашку. Нихуя. И говорит, я же тебе чистый дал, ты должен он им был чистый отдать. Не, ну это правильно, кстати. У нас дом, ну подождите, перебил, дом у них два кёрхера. Один отца, а другой всей семьи. Он говорит, потому что вы мой сломаете. И, короче, не даёт его никого. Я говорю, а чё он, говорю, какой-то такой, типа, жёсткий. Ну. Он мне рассказал, и говорит, типа, нацепил. Я такой, типа, ебать. Ну, да, слушайте, теперь всё понятно. Поэтому у него всё, силаё. И кёрхеры, это, я думаю, что батя просто построит рядом ещё один дом, потому что вы тут спали, скорее силаё. Бля, мне, не, как бы, я на цепи сидел. Да, да, да. Ну, слушай, на самом деле, можно даже человеку этому поверить, что он реально много повидал. Ну, вообще жесть, блин. Ужас. Да есть у меня обиды, конечно. Но ты хочешь для своих детей такого же будущего Я хочу меняться. С тех пор эта обида сидит у него внутри. Но при этом он ведёт себя точно так же по отношению к своим детям. И дети Ильи станут такими же, как Илья. Что это? Для кадра заплакал. Может быть. Не могу. А в Сочи нас пригласишь потом, гости сюда? Отправляйте Снежану, я её с радостью встретлю. Ну, может быть, я с тобой тяжёлая, кто знает. Ну, нет, ну, да, это всё от этого пошло. Ну, папа, отправь меня к маме новой в Сочи. Обязательно отправлю, конечно. Я надеюсь, она меня когда-нибудь возьмёт. Я там останусь навсегда. В Сочи. Буду жить хоть в гараже. А как городует город Сочи? Как это пил? Кустрофим. Ой, я не помню уже. А папу брать не будет. Ладно, время мыть посуду. Все поели вроде. После этого проекта... Латин съел всё. Да, ну чё, рыть поедем. Быстро, быстро, как в армии. Ну, да, ты всё остальное по-моему. Ужасное отношение к снижанию мужа. Кто не успел, тот не успел. Я хочу, чтобы мой ребёнок улыбался ещё чаще, ещё больше. Я хочу ему вообще весь мир подарить. А у меня также изменилось отношение к мужу. Возможно, я просто заигралась. И нужно уже взрослеть. Чтоб я ещё когда-нибудь кричала по пустякам? Нет. Да мой муж лапочка. До этого опыта хватает на неделю, мне кажется. Вот максимум, знаешь, как в школе тебя батя выдирал за двойку ремнём. Ты такой, блядь, пиздай, нахуй. Я всё буду до 11 класса учиться на пятёрке. А проходит неделя. Неделя такой же... Похер вообще. Чё, 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 уже не каждый меня бьёт. Да, да, там уже дневник не листать. Ты пухой. Я такой, да, конечно, всем похуй. До первого родительского собрания. Да, да. Мы, кстати, летом ходили. Не, у меня ходили постоянно. Я, наверное, первое время по барабану был, а потом что-то я там шалил так нормально. И у меня мама всё время приходила максимально недовольная. И батя такой бывало сидел, знаешь, на диване. Ну всё, сейчас тебе прилетит. Блядь. А ему нравилось, да? А он по-разному такой, ща, как мамка придёт недовольная. Не на меня будет выпиваться, а на тебя, короче. А, он ждал, когда на тебя, да, будут выявиваться. Да, да. И он, мама приходила, такой, валя, ну прикинь, валя. Вот смотри, чё он делает, батя. А ему и нравится. Так он такой, это ж твой сын, ты его так воспитала, ну, я видел, что он просто не угорает. А он смакует, да? Да, да. А то прям вообще кипит жёстко. Ну ещё бы. Не, на собрание у меня батя иногда ходил, и то он всегда говорил, мы не пойдём, потому что краснеть за тебя, мудака, мы не хотим. Просто потом пусть позвонят нам, домой и скажут. На ремонт в школе сдавать тоже не хочется, поэтому... Да, да, да. Мы не слышали, мы не знаем. Я просто потом приносил эти 500 рублей и сам приходил. Почему я был работал, а что? За эту неделю я думал, я не знаю, боюсь ли я потерять Аню. С одной стороны да, с другой стороны нет. То есть иногда просто хочется просто развернуться и уйти, а с другой стороны, ну понимаешь, дети, страсти утихают, с человеком остаёшься и живёшь дальше. Я думаю, Аня после проекта изменится, станет добрее. Изменения при заду... в моей голове изменения сравнений случились. Я не понял. Он попытался как-то собрать мысли. Я задумался даже, я знаешь, я его не слушал. Я посмотрел в одну самую часть, в одну точку, я что-то за своё задумался буквально на секунду, и вот что-то говорит, такая кашпочка, пиздец, как вот... Так я тебе скажу, я его слушал, я никогда не понял, он просто там... Даже прислушал. Знаешь, слова на слова накладываются. Он пытался как-то объяснить, что он всё понял, блядь. Ну, нихуя не понял. Ну, немножко я понял. Неделя обмена подошла к концу, и семьи готовы встретиться за круглым столом, чтобы обсудить итоги эксперимента. Какой блядь. Эх, в Сочи было хорошо. Эмоции, мягкие мучения. Садись. Чё? Я очень сильно люблю. Ой, блядь. Чувак, там что-то не пиздил. Так я, блядь, я пчу цветочки. Вот как, вот это мужик, я понимаю, блядь. Так отпиздил всех, что всем просто радость, в радость просто в кафешке посидеть нормально, без рукоприкладства. Здорово. Извини, пожалуйста. Привет. Саша. Спасибо тебе большое за цветочки. Вообще всё, поразил. Красава. Хороший начал, да? Ну, так как всегда. Чё ты удивляешься? Сейчас добавка будет дома, да. Блин, нельзя. Потом придёт такой, знаешь, ты чё, как плохо вела там, блин? Ты чё? Да, я посмотрю, блядь, выпуск. Ты чё ты там купалась, шаш не вертела? Ты чё, охуял что ли? Да. Этот проект мне столько всего дал. И честно, я пожила в другой семье. Я поняла, если ты не сменишься, то... Ну, ничего не светит. Я тоже пожила вот неделю с Ильёй. Это безумно тяжёлый человек. Я вообще не представляю, как ты его терпишь. Эти унижения, эти оскорбления, эти посылы постоянные. Нужно брать себя в руки. Потому что они его провоцируют. Либо меняться... Подожди, сейчас я... Брать себя в руки... Как ты его провоцировал, чем? Ну, плохое настроение. Не, они его провоцировали, вообще-то. Керосин жгли, блядь, какой-то. Чё-то вазу рассыпали с песком, блядь. Ну, играли, блядь. Ну, играли, блядь. Когда батя пришёл, хотел полежать нормально в тишине. С другой стороны... А с чём он не прав? Можно ли называть его абьюзером? Нет. Обычный человек. Да? Хороший. Думать не только о себе, но и дети. Потому что они видят эти драки. Он всё-таки в душе добрый. Молодец. Ну, просто это недолюбленный человек. Ну, *** не нужен был ни своей матери, ни своему отцу. Хорошо, если не было любви от родителей. Ты готова ему дать ту любовь, по-настоящему сильную? Вот этот вопрос... Они как сейчас у психолога сидят, Таги? Да, да. Вопрос-то хороший. Ты же видела, какая это ума... Я видел твои крики, вопли и истерики. Ты же видел, какая это ума... Я видел твои крики, вопли и истерики. Да, вот он тоже шансы не даёт. Конечно, беззайтов никак. По поводу, правда, мелочи. По поводу немытой посуды. По поводу каких-то... Ну, потому что я привыкла, что должно быть всё идеально. Это житейские капли в море. Можно дать тебе совет просто? Миги, дура! А они, типа, оба, ну, пиздатая семья. Живут в помойке там. Фау, ебать. Да, что вы делаете? Как вы можете советовать это давать? У нас более-менее в семье всё спокойно. Мы не обращаем внимания на это. Только ребёнок плачет круглосуточно. А так всё нормально. Мы вообще там, как бы, на него хуй забиваем. Не помыть, а пускай стоит дымом. Так не их ребёнок плачет, а их. Она ходила. Ну, как я говорю, вот семья, которая с Сочи, у них ребёнок круглосуточно плачет. Нет, нет, нет. У них, наоборот, весёлый был. В садик устроили. А кто плакал-то? Плакал вот её ребёнок. А, блядь, это он был. Да-да-да. Ебать, а чё ж так... Чё ж делать-то? Что вообще ребёнок... Очень-очень плохая ситуация в семье. Очень плохая, блядь. Знаешь, что делать надо? Ты не хочешь её мыть, не мой. Ну, чашка-то чашка, но... Хоровый холодильник в плесени, вот... Вот честно, ну, я не ожидала, как так... Я понимаю, вы творческие люди. Ну, открыть... Ну, блядь, да, творческие, да. Огнём махаю, но, конечно, творчество нужно. Творчество, да, как я. Творчество, блядь. Хоровый холодильник, а там всё в плесени. Там вот число. Творческий беспорядок. Ну, хуй знает, печень сдохшая, так-то... Это не особо говорит, а там... Чем грязнее у тебя в хате... Печень курильщика это было. Да, вот чем больше у тебя в хате бардакате, значит... Это лучше у тебя талант. Талант для человека. Это такое тоже оправдание. Да нормальное оправдание. Может, человеку просто интересно творить. Конечно, это не сравнить... Вторая половина, блядь, должен защищать, а не точно... Какой-то вторая половина. Какой-то вторая... Это, блядь, блядь. Это тучки. Без тучков. Вот это чувак, я понимаю. Да, мужик... Мужик должен защищать, а ты тучки дарит, блядь. Может, вам просто, правда, надо развести все? Может, вы просто друг друга топите? А сейчас он тоже скажет, а вы не охуели? Мне такие советы, да? От ягачи ты хабок. Жизнь моя рушит, да. Вы все есть такие умные, оптедва. Пока с вами я, блядь, просто. Вот и все. Я в шоке. Аня, ей хочется поскандалить. Но, по сути-то, своей она не злая. Ты хочешь быть с этой девушкой хотя бы ответ на этот вопрос? Да, да. Ты уверен, что ты ее любишь? Илья, мне кажется, ну, тот шанс, нам надо поставить с тобой точку. Ты сам виноват. Ё-моё. Ну, конечно, я же купила, конечно. Пяти кольца. Все? Все? Ну, кстати, вот он... Что это сказать? Б**. Та, в цель и иди. Хочешь добиться бабу? Добивайся. Подними жопу и начни что-то делать и менять свои жизни. И тогда у тебя жизнь наладится. Все. Все, б**. Нормальный такой тренинг. Так а все уже, что, очки и совет, давайте на кольцо отставим. Нормальный такой выпуск. Месяц спустя мы решили узнать, как изменилась жизнь обеих семей после проекта. Получше стало. Наладилось. Научились, мне кажется, слышать друг друга, слушать. Да, Рома? Да. В ближайшем будущем мы хотим пополнения. Ну, это не сказать, что в ближайшем. Да, она хочет. Да, уж очень мне захотелось после проекта дочку. Я, на самом деле, тоже не против пополнения, поэтому... Ну, ясно. С вами-то все понятно. А как те-то? Целуем, берегись. Развелись, да? А удалось ли Ане и Илье Булгачевым из Иваново найти взаимопонимание и сохранить семью? Всем привет! У нас все хорошо, мы не разводимся, да? Да-да. Дальше живем. Да, нам проект... Дальше пизжу все. Нормально, все терпилы у меня растут. Добренькие. Подкачал, сильнее стал. В зал начал ходить, мускулатуру развил. Теперь я просто даже могу не бить никого, просто знаю, что это смертельная хуйня. Нельзя так делать. Ты подожди, в итоге справился в сон, да? Ну, да, поход, взял. Много дал. Наш папа стал очень проводить много времени с детьми. Они стали ближе. Мы перестали ругаться. Сейчас дочка такая, знаешь. Так, походу, там... А, все, это... Подожди. Внимание. Мы рады, что мы приняли. Ладно, ясно, все понятно. Хорошо, что все хорошо. Не знаю, дай бог, что все исправились, что все гридами перестали быть. Бля, жили в добром здравии, бля, согласии. Вот так вот, ребята. Да. Что тебе понравился выпуск? Да, мне хороший выпуск, интересный такой. С хорошим трэшем. Ну, да, такой парень оказался, вот, ну, тяжелый характер у него, поэтому, конечно, на этом... Тяжелая жизнь была, как мы поняли. Да, да, до детства все, как обычно, это тянется оттуда. Ну, а что делать? Вот, это ж не причина, да, там, в своей семье не заводить. Поэтому нужно как-то через себя переступать, как вот он и сделал, я надеюсь, все хорошо у них. Ну, да, да, главное, чтобы все хорошо закончилось. В гараже, который был... Прикутно, пристройку сделать второй гараж. Ой, ладно, а если вам понравилось, тоже поставьте вот такой вот большой палец. Обязательно. Подписывайтесь на канал Антона Власа, на мой канал. Пока. До свидания, всего доброго, счастливо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok